Чёрное зеркало Реформа, необходимости которой, так долго говорили не большевики, но политики, стартовала. Стартовала громко и пафосно. За неё проголосовало сразу 335 народных депутатов. Сердце избирателя просто забилось в радость. И неужели в стране появилось сразу 335 реформаторов? Ну, как водится, в дурном романе сердце успокоилось печалью. Сегодня все поняли, что 335 реформаторов собрались вчера, если не случайно, то по какому-то стечению обстоятельств. Сегодня этих реформаторов было в десятки раз меньше. Лично я насчитал ближе к концу парламентского заседания около 17 или 18 человек. Борислав, вы там были в составе этих 17-18. Я не ошибся, утром сколько пришло? 300 человек согласно регистрации, менее сотни по факту. И когда закрывала Оксана Сараид заседание, в зале оставалось 18 человек, 16 мужчин и 2 женщины. Всё. Возможно, это связано с тем, что вчера на заседании присутствовал лично президент. Вот я заметил такую закономерность. Голосование по Гройсману, президент в зале, голосование положительное. Голосование по Луценко, президент приходит в зал, голосование положительное. Голосование по судебной реформе, президент снова приходит в зал, вы принимаете судебную реформу. Президенту, может, уже пора переехать в Верховную Раду и взять на себя ещё одни обязательства, чтобы вас заставлять работать. Вы предлагаете АП перенести в здание Верховной Рады? Или что? Я предлагаю голосовать и работать, и приходить на работу не в 50 человек, и расходиться с каким-нибудь десятком. Я вас поддерживаю в этом вопросе, я могу сказать, что это было бы прекрасно. Ещё было бы лучше, что если бы не президент мотивировал приходить депутатов, а сами избиратели. И самый главный вопрос, никакими законами мы не сможем заставить депутата приходить в зал голосовать. Это вопросы морали, совести и этики. Всё. У меня есть предложение для вашего канала сделать ещё один формат, ну что-то вроде там Чёрной Пятницы, да, снимаете, да. Вот тогда я в Киарном Возье, Калава Луна. Но сегодня Борислав Береза как раз и был представником Интеру, когда мы в 10-й године, всі зайшли в зал, Борислав стоял у ложи гостей и всех фотографировал, кто же действительно присутся в зале. И все так и подумали, что Борислав это делает именно для пятничной передачи, для Чёрного Зеркла. Но я хочу не погодиться с Бориславом. Началось с того, что я повернулась до Борислава и сказала, что Борислав нас сегодня ещё меньше. Но я хочу не погодиться с Бориславом, оскільки, он говорит про выборцев, так, это один из элементов, но мы на этом неделе, который уже минает, мы не смогли даже включить в порядок денний ті зміни, який иниціював голова парламенту пан Парубий, щодо зміни до регламенту, який якраз и покликаний для того, чтобы заставить, примусити народных депутатов працювати, змінити график, змінити порядок работы, зробити понеделок повноценным спілкуванням с урядом, зробити вівторок-четвер робочими днями и зробити середу комитетским днем. Андрей, меня очень радует и тешит ваше волнение по поводу, ваше переживание по поводу регламента, потому что и у меня, да и у многих украинцев в последнее время сложилось мнение, что регламент для вас не более чем бумажка, не лично для вас, а для депутата Верховной Рады. Объясните мне другое, вот вы говорите о том, что на этой неделе вам ничего не удалось сделать, а судебную реформу вы приняли. Почему нынешней коалиции удается мобилизировать средства для таких колоссальных голосований, как судебная реформа, грубо говоря, там, где нужно больше 300 голосов, и не удается абсолютно продуктивно работать по поводу других, не менее важных для страны вопросов. Почему? Сегодня, вчера был принят, кроме меня, очень важный вопрос, когда мы сняли налогообложение с пенсии. Не хватило голосов. Но я хочу сказать другое. На протяжении нескольких месяцев я терроризирую моих коллег каждую пятницу, это действительно правда, они это не дадут соврать мне, фотографирую, кто приходит в зале в начале, в 10.01, и кто ровно в конце, в 2 часа дня. Ну и ответьте честно, сильно они боятся ваших фотографий. Вы знаете, я могу подтвердить коллеги из Народного фронта, из БПП, на фейсбуке, всегда на фейсбуке. Я выкладывал, так вот, Борислав, сфотографируй меня, я в зале. Я говорю, зачем? Чтоб я мог уйти, сфотографируй. Они сомнение вас еще коррумпировать попытаются и будут вам платить за фотографии недельной давности, выставленные сегодня. Алексей, у меня сегодня, кстати, возникла на этой неделе краса мысли. А не тестируют ли наши народные депутаты, спикера Порубия, о том, что он им угрожает изменениям в работе в регламент, чтобы больше работали в комитетах, чтобы чаще 3 недели сессионных сделать? А не тестируют ли они ему за то, что он угрожает штрафами за прогулы? Вот это вам и идет сопротивление. Могу ответить только другой ремаркой в ответ на это. Не тестируете ли вы украинцев? Терпение украинцев, не боитесь ли вы, чем это закончится? Ольга, какая страшная позиция, вона тестирует, вона проверяет. Я хочу сказать, чому мы не голосовали за включение в порядок денекса и нормы? Да, давайте все-таки в судебную реформу. Одну точку, одну точку. Там так выписана реестрация законопроектов, что жоден законопроект, який не захочет президент або Порубий, никогда не будет зареєстрованный. И тому не мы, не свободу, не самопомощь, не голосовали его за включение. Пишите нормальную редакцию. Это парламент, у меня есть право законодательной инициативы, я не буду залежать от чьих забабанных. Это, на мою думку, есть элементом политического предстояния. Мы сейчас говорим о судебной реформе, но прежде начнем мы ее обсуждать более-менее детально. Через несколько минут. Вначале давайте вопросы по процедуре. Все-таки, что вчера происходило в Верховной Раде? Это был единодушный порыв депутатов на пути к реформам в Украине? Или все-таки какая-то спецоперация, которая собрала 335 голосов за и заставила их нажать на кнопку зеленую? Коллеги, если дозволите, это не была спецоперация, это была вимога нашего суспільства. Кто сейчас в этом зале, или кто присутствует, или политики, скажет, что судовая реформа была не на часе, что суды у нас самые справедливые. Нема такого. Суды были коррумпованы в часы всей независимости. Жоден нормативный акт, жодна влада не делала их некоррумпованными. Они делали их под себя. Поэтому сейчас и те события, которые происходят вчера, и изменения до Конституции, и ухваление законов про судоустройство и статус судов, это как раз и было тем объединением. И сегодня на пресс-конференции президент сказал, что он очень благодарен всем, и что он даже телефоновал. Я не могу переверить его слова, но я хочу верить ему, что именно такие изменения, необходимость этих изменений объединяла зал, а не то, что кому-то там платили, кому-то погрожили, или еще что-то. А необходимости этих изменений привела вчера в парламент вашего лидера Арсения Цунюка? Или необходимость лично проконтролировать голосование фракции? Я вас запевняю, что Яценюк не контролировал вчера голосование, он просто был присутствием на запрошение главы парламенту. А нашу фракцию контролировать в парламенте не есть необходимость. Нема необходимости, оскільки зранку, в ночи мы постоянно проводим консультации, профессийные, и даже зранку вчера на заседанной фракции больше, чем годину тривали наши профессийные дискусии в связи с тем, как голосовать за какие, с какими правками, в какие редакции, комитетские, или справками окремных народных депутатов. И мы дышали одного консенсусного решения, что мы должны в этом случае поддерживать, в первую очередь, украинский народ, в другую очередь поддерживать президента, который пришел в парламент поддерживать это, и в четвертую очередь выполнять свои задачи и обещания предмоги. А вы почему вчера саботировали поддержку вымог украинцев, поддержку президента? Чем вам законопроект не понравился? Ну, по-перше, если говорить о внесении изменений в Конституции, то у нас в Конституции чётко зазначено в статте 157, частине 2, что в умовах военного стану Конституцию изменять не можно. Так, стану немало. Мы все знаем, что там написано в умовах, а не за умови введения. Тому мы находимся в умовах военного стану. Сидит коллега в форме. Стан юридичный статус. Там не написано при введении, там написано в умовах, фактических умовах. Мы находимся в умовах войны. А те доводи, которые нам говорят наши коллеги, а что нам реформы не нужно, теперь у нас может еще 20 лет будет война, так что нам реформы не нужно проводить. Я этим коллегам хочу сказать, я очень простая ответственность. Треба пользоваться чинной Конституцией. Можно было изменить закон про судоустрой и статус судов, и самопомощь готова была поддерживать закон про судоустрой и статус судов в первом читании. Но оскільки в чергово было брутально порушено регламент, и закон, который впервые увидели за день до этого, было на 150 сторон проголосовано за основу и в целом, как закон. Большинство депутатов в зале этот закон даже не читали. Это закон основоположный, который означает засаду здействия правосудия в Украине на ближние 5 или 10 лет. Жодная людина его даже эффективно не пропрацювала. Вы знаете, я запоздала вчера в зал заседания Верховной Ради и слушала заседания по радио. И когда спикер парламенту выносит такой основоположный закон, при этом еще иде комитет, и он говорит, мне уже пришла смс, уже бежать с комитета, уже готовы. При том, что никто даже эффективно за комитетом не пропрацювала. Банислав, извините, не прибывайте. Меня интересует такое вопрос. Вы были на заседании комитета, я был на заседании на улице. В фрации «Самопомощь» до вчерашнего дня велись переговоры? Вам предлагалось что-то за положительное голосование? Нет, в фракции «Самопомощь» никто ничего не пропонувал. Никто никаких, не знаю, переваг, неправомирных выгод, посад, еще чего-то. Такого не было. Адресую тогда этот вопрос. Спасибо Юрию Чижмарю. А радикалам тоже ничего не дали, из-за чего они даже на голосование не явились? На голосование мы пришли. Вы пришли все-таки. Последний момент вы успели, извините. Нет, мы заседали в нас в фракции. И, до речи, вот это, что там сидели разные люди, в том числе Арсений Ценюк. Насправді, это смотрящие. За каждой фракцией группы были закреплены смотрящие. За нами, например, постоянно бегал Ковальчук. У меня очень удивное вопрос. Фракция парламентская, а заступник главы администрации президента бегает до нас на фракцию и начинает. А вы ему говорили нет, пока не зайдем, пока нам не дадут что-то. Організація работы Верховной Ради не здействует чиновники администрации президента. Это нонсенс. Это нонсенс. То есть, это смотрящие. Иншее вопрос. Что вчера произошло? Ну, вообще-то есть святой конституционный принцип, что законы принимаются на выполнение конституции, а не конституция на выполнение закону. Что вчера произошло? Сначала приняли закон, а дальше говорят, что, чиновники, теперь нам нужно принимать терминовую конституцию, потому что закон принятый, его нужно вводить в действие. Это нонсенс для любого права и государства. Это такой нигилизм, про который даже говорить студентам университета очень стыдно, что Украина приняла закон, а далее заставляла под ней на выполнение закону принятую конституцию. Секундочку, а теперь далее. Спасибо, извините, я хочу встретить еще одну нашу гостю. Виктория Пташник, там все сидели. Здравствуйте, Вика, спасибо за просмотр. Проходите, пожалуйста. А теперь, Юрий, вы можете продолжить. Но продолжите вы, отвечая на мой вопрос. У меня есть информация от людей, которые присутствовали вчера в Верховной Раде, которые мне рассказали, возможно, они не правы, я не утверждаю, что так и было на самом деле, что, в принципе, ваша фракция зашла за несколько минут до голосования, и еще в надежде на то, что ваши голоса все-таки нужны. Вы были готовы поддержать судебную реформу. Но увидев, что голосов хватает и без вас, и получив какой-то смс, ваш лидер дал команду не голосовать. Это правда или нет? Вчера была очень жаркая дискуссия, и Ляшко сам даже с ранку подтвердил, что он разведает вопрос о поддержке Конституции. Хотя я лично и на заседании фракции заявил, что я буду против этой нормы, и буду против голосования. И, кстати, в выступе еще до того, как мы заседали в обед, я в сессийной зале взял, в выступе как депутат, я голосовал на весь парламент, свои мотивы, чому я за жодных обстоятельств голосовать за эту Конституцию не буду. Тому моя позиция была зрозуміла в процессе проведения заседания. Вона мотивовалася с двух основных причин. Первое, я не буду вдаваться в тонкости этого Конституционного закону, скажем, и закону про судоустрель, потому что, я думаю, глядачам это меньше цикаво. Но там есть одна ложечка дьогтю, хотя закон имеет и позитивы, и негативы, как каждый закон, но есть одна ложечка дьогтю. Чомусь реформуючи судовую систему, мы даем президенту 2,5 года якийсь карт-бланш перехідного периода. З чим повязан цей перехідный период? Чтобы президент одноосібно призначал и звольняв суддов. У меня очень простое вопрос. Если я сгадую, какая ситуация кадровая у нас из ЦВК, когда те, кто формировался еще Януковичем, до сих пор работают, хотя бы терминовали термин перебывания. Конституционный суд, призначенный Януковичем, чомусь терминованым термином, на посадах их никто не звольняет. Третий, генеральный прокурор КУМ. Вибачте, в соседнем зале КУМ-100. Тому я говорю, когда мы даем такой механизм человеку, которая сегодня довела для меня, как для гражданина, как для парламентария, что все кадровые призначения очень коррупционные и очень родственные, я сомневаюсь, что есть основа дать такое повноважение. Тем более, мотивуйте, какой перехідный период. Владислав Голуб может, наверное, мотивироваться. Представитель блока Петра Порошенко. Юрий, вы продолжите позже. Владислав. Я хотел бы реагировать на несколько моментов, которые уже звучали в зале. Ну, по-перше, заседания комитета никакого не было. Вот мы с Андреем членами комитета из вопроса правовой политики и правосудия. И действительно, наш комитет заседал в этот день. Я вам скажу, что сказал спикер с трибуны. Я не знаю, что у вас было. Это сказал спикер, мы можем подняти стенограмму заседания. Тетяна, я же вас не перебивал. Это он сказал, что получил смс от Ляшко. Нет, он сказал, что уже подбежали, уже подбежали. Тетяна, действительно, это была смс от Ляшко. Я сейчас подниму просто стенограмму. Вы пока поднимайте, Владиславу все-таки ответить возможность. Вы знаете, я думаю, что, напевно, в суспільстве вы найдете очень мало людей, которые скажут, что у нас действительно фаховая система правосудия, она не коррумпована, и каждая человек может действительно защитить свои там права. Таких людей, я думаю, если не один, то их практически не существует. Для себя лично, основным своим вызовом, например, в парламенте, я всегда считал, и дальше над этим на самом деле работаю, это действительно изменения до судовой гилки влады, так звана судовая реформа. Бо мы можем реформовать любую галузь нашего суспольного бытя, но так или иначе мы все равно заштовхуемся по разных вопросах, антимонопольные вопросы, господарские вопросы, криминальный процесс, цивильный процесс, какие-то цивильные правовые отношения, мы все равно заштовхуемся в суде. И вот пока мы, на самом деле, не реформировали судовский корпус, я глубоко переконан в том, чтобы мы никогда в жизни не были успешны, как страна. И именно поэтому я абсолютно витал те решения, которые происходят в четверг. Больше того, я буду с вами еще четверти, что я не был членом Конституционной комиссии, которая работала эти изменения. Я впервые увидел проект, новую редакцию закону про судоустрий и статус судов, где-то примерно в пятницу, за неделю. И я был, мягко говоря, удивлен в позитивном смысле. Я не ожидал, что действительно работая группа, которая работала этот законопроект, настолько фахово подойдет, настолько реформирована будет. Вот смотрите, вы говорите, что вы его получили ровно за неделю. Были депутаты, которые говорили о том, что они его получили чуть ли не за час до голосования? Например, Надежда Савченко, представитель Западскихщины, сказала, что она не голосовала, только потому, что она не успела даже просто просмотреть этот закон, не то, что его детально изучили. Можно я закинчу? Вы все знали, за что вы голосовываете? Вы все глубоко изучили этот законопроект? Я просто хочу, тут была маніпуляция с приводу того, два момента. Что там приходит президент, приходит президент, и каким-то чином это мотивует тех или других людей. От я не вважаю, что это мотиватором. Президент, а, был субъектом законодавчого инициатива в всех этих вопросах, когда он был в зале. Начиная от судовой реформы и закинчая от всех других вопросов, которые вы заявили. Другий момент, я думаю, что это, когда вносятся изменения к Конституции, это все же таки важный момент в державотворении. И когда первая особа приходит в сессийный зал, я не вижу тут никаких пересторон. Владислав, я вам просто приведу пример, те слова, которые сегодня лично глава государства сказал на своей пресс-конференции. Что он несколько недель, кажется, занимался вопросом этого голосования, лично проводил переговоры с лидерами фракции, лично их благодарил после этого. Это не мои слова и не мои догадки. Окей, смотрите, вопрос в другом. Каждый из нас, мы каждый, кто здесь народные депутаты, есть субъектами законодавчого инициативы. Я там в никаком разе не хочу себя сравнивать с президентом или с кем-то другим, но он такой же субъект законодавчого инициативы, как и все мы. И каждый из нас, на самом деле, для того, чтобы просунуть законопроект, мы также говорим с нашими коллегами. Владислав, самое главное было обеспечить результативное голосование. У вас не было несколько эфиров, я забыл вашу привычку вступать в разговор, когда вам захотят. И тут, и тут, и еще был момент... Показываю, 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 а вы на меня не реагируете. А мне хочется, чтобы все таки... Где четко записано, что президент призначает суддей за подданием Вищей Ради правосуддей на подставе, визначенном законом, на подставе конкурса. Спасибо, я хочу подключить к разговору экспертов Андрея. Я думаю, что про яку... Скажите мне, пожалуйста, не кажется ли вам, что рано радуются сторонники реформ? Я вам не мешаю, Татьяна Владислава. Я член комитету, я знаю, коли у нас комитет проводится. Я ж не говорю, коли проводится комитет. Я не знаю, я не плана вашему комитету. Я скажу, что у нас спикер Старбун и Пуковной Ради, вчера в ранку. Да, Татьяна, быстро, коротко ремонтно. Дуже коротко зачитаю стенограму. Говорит спикер. Шановні коллеги, чи є Филатов Алексей Валерьевич, Алексеев Югор Сергеевич, Алексеев, вони на комитеті всі, так? Шановні коллеги, мені повідомили, що комитет закінчується, вже йдуть депутати зараз в зал. На комитеті знаходиться і доповідач, і співдоповідач. І далі там ще він говорить, вже комитет закінчується, вони зупиняють. Це рано, коли він казав, в 10-й годині. Тобто, він ставить на голосування законопроекту, а в цей час цей законопроект проєкту. Це казуістика. Куда бедно прийняли всі ці реформы, проголосували, 335 слили з єдином пориві. Що я хочу вияснити? Є вже у нас эта реформа. Ну, то есть реформы нет, старт объявлен. Не кажется ли вам, Андрей, что рано радуються сторонники реформы, рано расстраиваються її противники? Не получится ли там шагів по реформуванню прописано не на один год? І не то ще наша Україна переживала, пережевывала, забывала і нічого не робила. Реальна реформа, коли состоїться і состоїться ли вообще? Ви в неї верите или нет? Ну, я слово верю, использую дуже редко. І то вообще в інших ситуаціях по другому поводу. Мне кажется, що сейчас, коли в ці дні, на фоне торжества одніх, там все пропало от інших, наші граждані, зрители, пытаються понять, що ж головне. Мне кажется, що треба починать з головного. Це тяжело говорить, тому що ми поглязем в мелочах. А головне це состоїть в тому, що действительно, багато самій ідеї такої реформы, не тому, що принято чи ще буде оспариватися, а самій ідеї реформы, треба родити судебну ветві власні, як ветві власні. Тому що... І о рожденні нових партий, і нову позицію депутатів-политиків. А вони стали смеліше. Іногда даже спорят, ну, це нормально. Тому що парламентський депутат, це, прежде всего, суб'єкт законодателі ініціативи, відповідний перед избирателем, це самостійна фігура, навіть партийна. Так, господа, то же саме, у нас тепер предстоит создати судебну ветві власні. І, головне, настоює самоорганізація, самоуправління. Іменно тому так багато розговорів, буде вліянин чи не буде. І 2-й момент. Що проявила ця неделя? Я накануне, коли пошли перві інформації о тому, як у вас законодателі, не то, що не в восторге. Я здерживався, щоб не включитися в ці многочисленні коментарії, як це фигово і неправильно. Але на що все-таки обрати увагу увагу? Действічно, уровень недоверія президента к депутатам, депутатам друг к другу. Такой, ви посмотріте, що ви друг к другу сказали, коли спорили о реформі. Президент, считає, що, якщо ми не проголосуємо, ми потеряємо год, согласно процедуру внесення змінень, а потім вибор, він не доверяє ніодній партиї, що ми це рішимо через год, согласно Конституцій і її положення. А депутатам, комментирує решення, не долуї деяки з них, це правда, тут же прогнозує, кого як уволять, як буде рулити президент, комментирує все, що за строкою. Так вот, колеги, це відношення к друг другу вами рождено за два роки. Тому що византизм Порошенка, його привычка роботи по ночам, які-то переговори, це вже не експерти вам навязали, не медіа, це самі ви за два роки цю практику создали. Тому ви получили неделю назад законопроект. Тому ми слухаємо від президента, що лучші якісь до Конституції писали чиновники. Я прошу прощення, в країні, де дійсно війна, в країні, де кожен конституційний вопрос, це національний консенсус, все республіки проходили конвенты, ассамблеї, широкі столи. Ви, як в цій випу, кучма була по-прежнему, либо в ніч, либо в день. Це ваша вина. А тепер, подводя черту, я считаю, що політично важливо і правильно, що навіть така додуга, судебна реформа принята. Прежде всего, як внесення змені Конституції. Але, і тут я буду категоричен, це в последній раз так. У нас впереді складне решення. По Донбасу, по административно-территоральному устройству, ще маса, на самом деле, решений, связанных с Конституційним процесом. Поэтому, возрождение Конституційного процеса, де не тільки депутат і кулар і Порошенк, це раз. І второй момент. А ви що считаєте, що в нас одна Конституційна школа? У нас в кожному университеті є школа Конституційнистів, різні точки зрення, навіть в отноші современному Конституційному процесу. Ви цих людей услышали? І ли тільки Саветникова Порошенка? Тому, готовя, напрямі, крайне сложне решення по Донбасу, це потрібно пройти не тільки через внутрення комісії і коридори в администрацію, потрібно пройти, як меніум, хорошо би, професіональний національний форум, відкриті дебаті. В країні ситуація такова, що просто так не проскочиш, інакше следующий вопрос буде зроблено на вулиці. А тепер я хочу поговорити о тех, хто проскочить хоче. Ну, немного в другу сторону степь вас увожу. Це ті судьи, котрим грозить увольнення. Аваков сьогодні у себе на Фейсбуці написав, що ось п'яти тисяч із семи, с хвостиком действуючих сьогодні, потеряють свої должності і уйдуть. Так ли буде це просто зробити? Дадуться ли вони? Дадуть ли вони це зробити з собою? Не покажуть ли зуби? Вони можуть мимикрувати. Кто верить, що це очищення буде реальним, а не показушним? Можна? Можна. І, Олександр, і вас хотів би туди. В апреле 2014 року, вместе с общественними активистами, я знімав з должності судьи Татькова і Емельянова. Любой чоловік, який в цій країні займався бізнесом, любой чоловік в Україні знає ці фамилии. Це дві персони, які фактично цементировали хозяйственну деятельність Януковича і його сіна. Це люди, які приймали участь у всіх рейдерських захватах. Це люди, які обеспечивали хозяйственні решення судов України. В інтересах Януковича. Так вот, сняв тогда, я був уверен, що більше цих людей я ніколи в системі не увіжу. Более того, коли Емельянов розказував, що він скоро вернеться, я думав, що він ідіот. Ні, він оказався не ідіотом. Він действительно до сих пор який працює в Вищому Хозяйственному суді України. Более того, цей людина судиться в Вищому Административному суді за те, щоб вони восстановили його... Ну то есть, на самом деле, целая цепочка. К чому я все це говорю? Він ще і компенсатию себе може вважати. К чому я говорю? Тільки убрав все эти ВССУ, ВСХУ і все остальные, знаєте, як я сказав недавно, «Денег нет? Спасибо, здоров'я, счастья, до свидання». Вот им всем спасибо, счастья, до свидання. І единственный вариант, который здесь може бути, да, вони будуть пытаться восстанавливаться. Ми в це понимаємо. Ми наблюдаємо, як відсіхується ситуація з тими ментами, які хочуть ставити поліцію, які проходять аттестацию, а якщо не проходять, йдуть в суд і восстанавливаються. Так вот, для того, щоб це пресеч, нам необхідно нескільки інструментарів. І один із них – це общественне давлення. Да, в нашій країні не роботає законодательне, і багато вопросів, але общественне давлення роботає як нічто другое. Благодаря обществу снимаються і назначаються персони, багато обществу продавлюваються закони, і обществу іногда берет исполнення закона в свої руки. Іменно на обществу у мене головна надежда в случае відстанування відстанування. Мене смущає другое. Почему зараз річ йде о том, почему зараз річ йде о том, що цих судей потрібно уволити? Вам не кажуть, що це слишком нежне наказання? Ми говоримо о коррумпированому цій. О коррумпированих судей. Барьо, котре сидить. Сажать ніхто не хоче? Михаїл, ви давно просите слово. Доброго вечора, студія. Ну, спершу, хотів би сказати, що я якраз належу до тих депутатів, семи депутатів, які голосували проти. Натиснули червону кнопку за зміни в Конституції. І хотів би сказати, чому саме? Адже чому Свобода не підтримала ті зміни в Конституції? Ну, по-перше, давайте говорити чесно, об'єктивно. За 15 років це вже шоста система спроби реформувати суддівську гілку влади. За два роки, ось це вже третій раз, я згадаю, 2014 рік, як ми прийшли після Майдану, голосували за відновлення довіри до судової гілки влади. Закон, якраз який передбачав створення спеціальної комісії, яка би мала займатися люстрацією суддів і перевіркою їх. І, відповідно, на ті повноваження на неї покладалися. Але ми бачили, що система незмінна, так як ми розуміємо, що це і знову нас чекає. Адже ці принципи, які зараз закладені в новому законі, вони будуть відбирати не по категорії чесний суддя чи корупціонер, а по категорії, чи він буде вірний цій системі служити, чи він буде вірно служити сьогодні адміністрації президента. Тобто, ви... Це саме основний принцип. Я нікого не перебивав. Я маю право тут перебивати, извините. Це моя робота. Ви ближче все-таки давайте до моєму питання. Ви в посадці суддів вірите чи ні? Я хочу сказати, що суспільство цього вимагає і є кого арештовувати. Але за два роки ми не побачили арешту жодного корупціонера. Ні одного не посадили. Ну давайте говорити чесно. Всіх відпустили. Сьогодні в Україні садяться добровольців, волонтерів, націоналістів, свободівців, але не корупціонерів. Я маю великий сумнів, тому що ця система була розрахована ступним. Ви розумієте, що ми створили, що парламент зробив? Ми відкрили ящик Пандори. Оте, що проголосували сьогодні, це показали саму суспільству, першу чергу, світовій спільноти і Путіну, що в нас війни немає. Бо в нас де процес, зміни Конституції. А в Конституції це чітко прописано, 157 стаття, що не можна під час воєнних дій вносити зміни. Це раз. По-друге, ми звісно вже... Михайло, не треба читати лекції на міжнародній арені міровим політикам. США, Євросоюз, всі країни Євросоюзу. Вчора, в принципі, приветствували. Правильно, бо наступним кроком, те, що сказав політован Єрмалаєв, те, що сказав політован, наступним кроком, вони будуть вимагати зміни по Донбасу і особливого статусу і провести вибори. І це буде якраз є згідно домовленостей Мінських, будуть вимагати провести. І те, що зробив парламент, скаже, ми в одній частині зміни внесли, а що нам заважає і наступне зробити. І тому буде зробити протискати. Для цього будуть використовувати різні способи. Ті самі же чорну касу партії Рівни, а чорна каса позже не перескакивайте. З тима, Олександра Кужи, вони намагатиму це зробити. Олександра, я вас все-таки хочу вернуть к тому, на чому ми остановились. Люди, которых ми обвиняємо в корупції, действительно, судей-коррупціонера в країні дуже багато. В любой рецентр заїжджаєш, три самі багаті хати. Це в кого? У прокурора, у голови села і у судді. Ну, може бать, там ще там що-то победнє, ще вокруг них там бьється. Мілиція неплохо живе. Мілиція неплохо живе. Але судьи одні з самих богатих. Чем эти люди зарабатывали? Несправедливості. Вони її продавали. Ви знаєте, мені дуже подобається вислов, якщо право становиться безправем, зупротивлення становиться довго. От те, що вчора стало, от те, що ми проголосували, це був виклик. Це був все ж таки спротив. Ну, не можна вже два роки йде війна, жодна реформа не йде, і ми завжди говоримо війна. Нічого не буде двигатись. Ні по бізнесу, ні по банках. Ми не можемо з вами Гонтеріву наказати. Вона зруйнувала всю систему фінансову України, а всі говорять, що це нормально. Знаєте, підприємець один сказав мені, пані Кожелі, я зря працюю. Я случайно зашов до судії додому. Я нарахував, у дворі працює 12 чоловік. Це людина, яка показує, що вона отримує таку маленьку заробітну плату. Що змінилося? Чому у нас, наприклад, на фракції було прийнято вільне голосування? Я вот хочу спросити, чому ви Юлію Владимировну не уговорили віддати голос? А ми не уговорюємо один одного. У нас було серйозне фахове обговорення, і ми в зв'язку з тим, що не прийняли рішення, у нас було прийнято рішення вільного голосування. А ви що, ви голосуєте невольно? Ні, у нас є, перепрошую, у нас є рішення, яким ми принципово займаємо позицію, голосуємо, і якщо так, як і фракція самопоміч, якщо ти проголосуєш, хтось там захоче тебе зґвалтувати, сказати, що треба проголосувати не так, про виключим, це 100%. Але це питання було вирішено, тому що і аргументи були, що треба щось почати. І найголовніше, це якраз то, що тепер можна буде суддів сажати за грати. Це є дуже важливо. Але для мене... Главное, що у нас з'явиться від власть, а сажати – це не главное. Почати про це. Для мене це теж дуже... Але так, дозвольте, я закінчу. Знаєте, я хочу поставити один наголос, який для мене був найнеприємніший, який я розуміла, але розуміла, що так, зараз, нічого в цьому плані я не можу змінити. Петр Порошенко, він бізнесмен. Він привик все контролювати. За два роки практичного президентства президента він контролює все. Адміністрацію президента, він хоче контролювати парламент, він контролює енергетику, він контролює мит, він контролює все. Я не розумію, чому він не довіряє. Знаєте, йому дуже тяжко, А Масичука, що ви випуску в рулю? Якщо всі контролюють. Дайте, дайте, я закінчую. Він не може зараз, він не довіряє, що може суспільство провести цю реформу без участі президента. І це не можна зараз ламати. А то ми його і вибирали президентом, тому що ми жодемо от нього реформу. В чому претензії не можу понятий? Не повинно бути. Два з половиною роки – це максимальний срок, як говорять, ілі шах, ілі паді шах. Але це було хоча б початок тої реформи, тому таке рішення було прийнято. А судді, я думаю, підсотків 90 – це як менше треба змінювати. Владимир Фісенко. Ви опоніровали тобі. А він завжди опонірує, коли я критикую президента. Та нет, при чому десерт? А вот говорите, що він все контролює. А що не контролює? Я конкретний аргумент. Що не контролює? Так я вам привожу конкретний пример. А чого ж тогда Масичука выпустили, як він все контролює? І можна ще целаряд примерів привезти. І Верховна Раді він не на все влияє, і так далі. Дело не в цьому. Относити на це реформа, це принципіальна вещь. Относити на корупцію. Те, що корупція в судах є, це факт. Причем она появилась не в первые годы независимости. Я вот за цей темою слежу давно. І по оцінкам самих судей, в 2000-е годи процес принял вот такі катастрофічні і необратимі процеси. В 90-е годи не було такого масштаба корупції. Были проявления... Знаєте, Вище правильно. Зажрались в 2000-е годи. Так нет, я приведу конкретний пример. Вот цитата. Суді мне рассказывали, а так же коллеги з юридичної академії національній. Вот если раньше, вот они говорили, в начало 2000-х годів, надо було платити за то, щоб, скажем так, тебя не посадили, то потом пришлось уже в середі 2000-х годів і в конце 2000-х платити за то, щоб було решення абсолютно законно і выполнено, чи принято. Понимаєте, до чого дошло? Ну, даже дело не в цьому. Вот сейчас ми оказалися в ситуації, коли цитата, надо бороться з коррупцією в судах. Вот Ви говорите, а сажати будуть или нет? А для того, щоб посадити... Он же пам'ятник. Подождите, нет. Для того, щоб посадити, нужны конкретні факты. Конкретні факты. Доказати коррупцію, тут все знают, не так... Что Ви говорите? Подождите. Что Ви говорите? Подождите. Берете його дохід і перевіряєте його будинок. О, це вот только сейчас, это только сейчас появилось. Подождите. Ви є в законі передбачено, це не називається нікору, не треба було обміняти концептуру. Конкретний пример. Только один суддя. За этот год только один суддя, вот по тому принципу, про который Ви сказали, только його взяли за граби. Тут недоторканість була. Ну, правильно. Вот. Вот Вы дали ответ. Вот, что сейчас существует. Неприкосновенний суддий. И что вот этот закон сейчас... Существовало. Существовало, правильно. Тепер ми прийняли, і цього немало. Вот мы подошли. Создана предпосылка для того, чтобы изменить. А теперь вот, что будет мешать? Потому что мы этого так и не коснулись. У нас, к сожалению, есть практика половинчатого выполнения закона. К сожалению, принимаем хорошие законы, более-менее, да. А потом они выполняются сикость-накость или наполовину. Где здесь, на мой взгляд, подводные камни? Вот одна проблема, она уже проявилась в прошлом году, в частности, конкурсная система. Вот правильно сказали. Один из принципиальных моментов этой реформы, это то, что суддей будут уже по конкурсу назначать. Отбирание. Скажите, кто будет назначать? Так вот, в течение двух этих лет кто их будет назначать? Вот здесь кроется главный коленка. Вопрос о конкурсной процедуре. Вот это важный момент. И вот тут большинство контрольного общества. Большинство контрольного общества. Молитический заполитизированный оборудовательство. Давай кричите вас из-за этого. Виктория, что вы хотели запомнить? Микрофон сейчас вам поможет. Ладно? Так, я хотела два важливые тези сказать. Мне кажется, что они впливают на нашу дискуссию. Первое. Процедура оценивания действительно началась у лютого этого года. Переверяючи суддей, ВКК задает вопрос и, соответственно, того майна, который они имеют. Но, выявляючи, численные домики, яхты, машины, ВКК замужена направлять этих суддей не звольняти, а направлять их на учение в Национальную школу судей. Вы знаете, почему так происходит? Потому что действующая Конституция не мстит такой основы, что в случае невидимости фактического майна официально за декларированным доходом суддя має быть звольнен. Поэтому это способ отстранения от посады своередный. В этот час мы витрачаем деньги с бюджета на этого суддей, потому что мы не можем его звольнить. Но, принаймні, он не действует право суддей. Теперь как раз что важно, конституционными изменениями, которые мы вчера приняли, мы закладываем как основу звольнения оцениваем невидимости фактического стану майна официально за декларированным доходом. Передбачаем процедуру оценивания для одних и конкурси для многих всех других. И другая важливая теза. Вы знаете, как ставятся суддей к этой реформи. Пленум Верховного Суду уже официально опубликовал свою заяву. До речи, и суддей про это заявляли на заседаниях Конституционной комиссии, членом я так же они и Я сейчас закончу. Дякую. Не дякуйте. Скажите, кто будет конкурс проводить. Вчера мы дали шанс. И этот шанс мы должны использовать. Очевидно, что это один из кроков этой реформы. Потому что нам нужно принимать процессуальное законодательство. Нам нужно провести реформу адвокатуры. Нам нужно смотреть, как будут имплементовать эти нормы, за которые мы проголосовали. Потому что очевидно, что те, кто будет ее имплементовать, они так сами могут голосовать. Но в Раду не надо собирать. Давайте услышим мнение. Посмотрим, что ответили на наш мини-опрос. Зрители программы «Черное зеркало», которые могут еще в это время голосовать на сайте подробностей. Мы у них спросили. С этого мы начинали нашу беседу? Какое голосование опять соберет в Раде 335 голосов за? Децентрализация считает около 30% тех, кто проголосовал. И переименование областей. Это второй вариант, который мы предложили. Около 70%. Сейчас мы продолжаем нашу тему судебной реформы. Но немного залезем в карманы. В карманы государственные и в карманы судей, которым вы, вот Максим, вы долго просите у меня слово, вчера с депутатского барского плеча нарезали зарплату выше крыши, я бы сказал. С чего щедрость такая? И кто платить за это все будет? Деньги есть? Люди на самом деле сегодня требуют справедливости. Люди требуют справедливости. И сегодня очевидно для всех, что никогда за крохи судья, который вершит правосудие именем Украины, не будет выносить правосудные решения. Сегодня государство должно создать такие условия, чтобы тот человек, который имеет честь судить, принимать решения в ту или иную сторону, был отстранен от соблазна взять какого-то хабаря, взять какую-то власть. Да, безусловно, для этого общество, государство, создает ему условия, что каждый его карман должен быть просвечен на рентгене. Поэтому, хочешь получать высокую зарплату, ты хочешь совершать правосудие, потому что ты считаешь, что ты на это способен. Если у тебя повышено чувство справедливости, ты должен нести определенные лишения в свете того, что твоя жизнь будет публична, жизнь твоей семьи будет публична, карманы под рентгеном. Но и кормить тебя за это будут хорошо. Хорошо, я понял вашу мысль. Кто-нибудь из авторов законопроекта просчитал, в какие миллиарды в год обойдется зарплата хотя бы только судей? Семь миллиардов. Семь миллиардов гривен. Скажите, а повышенную зарплату будут получать только судьи или и аппарат судейский тоже? Только судьи. Только судьи. Только судьи. Хорошо. Деньги есть или возможно такой вариант, что реформа заглохнет, умрет, не дожив там до своего совершеннолетия, только потому что кормить будет не за что? По-перше, бюджет на этот новый закон, который набирает чинности уже после 3 месяцев, будет рассчитаться уже на следующий год. Оскільки формирование Верховного суда, апелляционных и местных судей потребует определенного времени. Поэтому я думаю, что как раз кабинет министров должен обеспечить существование таких денег в следующем государственном бюджете. Но я хочу поддерживать Максима и добавить, почему нам сейчас нужны высокие заработные платы в новой нашей судовой системе и в новой народной, как коллеги-политологи говорят, судовой гилдции влады. Оскільки мы сейчас предпочили этим новым законом жорсткое оценивание тих судей, которые сейчас перебывают на посаде, в том числе шляхом подания декларации про майновый стан, декларации доброчесности и декларации родинных связков. Таким чином, эти судья, которые сейчас перебывают на посаде, они, и повертаемо к слову пана Авакова, они часто отцениваются еще на процессе сбора. Когда судья начнут получать новые зарплаты? Судья начнут получать после конкурса, после реформирования судовой системы, после полностью оновления и вступа в силу новой судовой системы. Ну примерно, когда это будет? Не будет ли такой коллизий, что сначала нужно пройти конкурс на судью нового честного, затем годик-полтора пожить за старую зарплату? В ожидании того, что когда-то тебе будут хорошо платить? Нет, мы должны сейчас провести оценку. У нас есть полгода на формирование Верховного суду, один год на формирование апелляционных судов и так далее, больше строку на местные окружные суды. И именно после завершения этой реформы, и именно после отценивания старых судов, и после приходов науковцев, практиков, адвокатов до новой судовой системы, только после формирования новых судов, в которых они будут работать, они будут получать как раз эту высокую зарплату. Нет. И только после этого они будут получать. На процессе отбора мы должны сейчас забеспечить таким образом... Коррупция в судебной сфере... Извините, судей кормить их это хорошо. Допустим, появится вот какая-то каста судей, которые не будут брать взятки и жить по законам коррупции. Не кажется ли вам, что коррупция пустится просто на уровень ниже? Потому что этих судей будут окружать прокуроры с зарплатой 5-6 тысяч гривен. Которые возьмут взятку и сделают всю черную работу. До судей, возможно, им не дойдет. Вам не кажется, что кормить хорошо нужно всех? И одновременно. Правильно. И я зараз хочу... Дивите. Правильно. Это правильно. Однажды... Але мы зараз на процессе отбора відсиемо всех коррупционерів, які... А что вы рассказываете? Вы меня не слышите. У вас есть риск расплодить коррупционеров на уровень ниже. Законом зараз передбачен механизмы, которые позволяют, если судья начинает снова проявлять элементы коррупции, позволяет его, а, звільнити, и, за наявності наших новых антикоррупционных органов, посадить его у вязницу. Это как раз и есть тот суспильный резонанс и те суспильные потребности. Тарас Костянчук, как вы считаете, судья, который будет получать больше, перестанет брать взятку или нет? Николи и ни за что. Как святая практика показывает, только безумовное покарание, только безумовная конфискация всего, майна, публичная и так далее. Производит до того, что судья перестают брать хабарит. А что такое публичное покарание? Не породжи их на площадях? Я имею на увазе то, что если уже когось заарештовали, то потом показали, на сколько роков его засудили, конфискували все майно у него и у его семьи. Если этого не будет, то никакие зарплаты не допинят коррупцию. Олег Волошин, извините, до вас очередь не дошла, я справлюсь в следующем часе, сейчас коротко. А вы верите, что высокая зарплата отобьет желание брать взятки у судей? Я не знаю ни одной европейской страны, где бы в суде не были одним из самых высокооплачиваемых вообще должностных лиц. Это абсолютно нормально. Юристы и судьи в любой стране это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Если ты экономишь на правосудии, на армии даже можно экономить, но не на правосудии. Потому что правосудие основа всего. Это экономика, как правило сказал Борислав, это все. То есть вот у судей, а дальше, естественно, прокуратура. Вот если мы не проведем реформу прокуратуры, судебная реформа не имеет. Ну и полиции, если можно еще вспомнить. Вы знаете, мне нравится наша дискуссия, я, наверное, продолжу ее обсуждение немного и в следующем часе. Пока я вынужден попросить наших зрителей немного потерпеть, будет короткая пауза, и мы продолжим. Видите, все интересно. Это «Черное зеркало», мы продолжаем. Я бы в судьи пошел, пусть меня научат. Вздохнуло вчера полстраны, когда посчитала, сколько будут получать в ближайшем будущем судьи. А станут ли честнее судить эти судьи на миллион? Давайте разбираться. Так кто все-таки согласен с теми, кто утверждает, что новые зарплаты судей, исчисляемые сотнями тысяч гривен, в некоторых случаях, это четкая и стопроцентная гарантия на честное судопроизводство в Украине? Да, Борис Владимирович. Это не гарантия. Это одно из условий того, что судопроизводство будет честным. Давайте говорить о мировом опыте. Давайте говорить о том, что Сингапур, который когда-то был выгнан из Малайзийской конфедерации за коррупцию, вдумайтесь, государство-остров было выгнано за коррупцию. Единственным вариантом побороть коррупцию, в том числе, это было создать честный суд. Так вот, 250 тысяч американских долларов, это была зарплата судьи, обычного судьи. И общество не кричало, как вы можете? Общество понимало, что если не будет честного суда, то перспектив развития общества не будет. На сегодняшний день коррупция в Сингапуре практически нулевая. Но согласитесь, что дешевле, дешевле для страны было бы расстреливать как в Сингапуре. В Сингапуре нет четырехланковой ассистемы, и второго количества судов, которые протисываются по новому закону. Алексей, расстреливать может было бы и дешевле. В Китае расстреливают в год 10 тысяч чиновников. У нас же в парламенте как? Кто громче кричит, тот и краще играет. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, к судям. Я хочу сказать, что... Вы перемагаете, так Борислав. Я хочу сказать, что самая интересная ситуация, о которой мы должны учиться. Не будет за течение полгода, месяца, сразу же не станет все идеально. Будут нюансы, будут брать взятки. По привычке думать, что раз пришли, раз прошли сквозь сито, то могут повторить опять. Для этого к прянику в виде зарплаты должно быть идеальное наказание. Да, действительно. В Сингапуре за коррупцию прекрасное наказание. Смертная казнь. Притом у них есть два варианта смертной казни. Смертная казнь без вариантов, и смертная казнь, которую можно оскорить. К судям смертная казнь без вариантов. Пока у нас этого нет. Поэтому единственное, что можно сделать, это действительно полная конфискация, это действительно наказание. Как только судьи, первые судьи, которые будут пойманы, сядут на скамью подсудимых, будет идеальный вариант. Но, я хочу сказать еще одну вещь, об одной угрозе, о которой все молчат. Часть судей, которые уволены будут, стопроцентно подадут в суд, в том числе и в европейский суд, могут подавать, с попыткой восстановиться на занимаемую должность. И вот тут мне помог юрист, который сейчас воюет в Донецкой области, мой близкий друг, который второй год уже воюет. И он мне сказал, Слава, есть потрясающий вариант. Давай говорить честно, административное право у нас есть. Эти люди имеют право, судьи, подавать и параллельно защищать родину. Имеют право. Прекрасная идея с судебными батальонами. На фронт. Нет, нет, не на фронт. Потому что защищать родину, это подчетная обязанность украинцев. У нас завинированы большие территории. Кто-то должен разминировать. Они хотят справедливости. Пусть праведливо разминируют Украину. Да. А, Лихаша Целева, как вы относитесь к мнению, например, того же Пинзенека, который высказал очень интересную вещь? В стране, по его мнению, фактически введен новый социальный стандарт. Вот это и зарплата из судей. При этом, не кажется ли вам несправедливым, что обошли вниманием всех других учителей, бюджетников, грубо назовем бюджетников, у которых, давайте будем откровенными, нет, даже надежды. Не то, что на подобное, на похожее повышение. Но, Алексей, это неправда, это манипуляция. Есть надежда? Более того, давайте с чего-то начнем. А может быть манипуляция, говорите, что есть надежда? Мы не можем начать поднимать всем зарплаты одновременно. Но, без честного суда невозможно ничего в этой стране. Невозможно вообще. И если мы хотим, и если мы хотим действительно построить сильную, независимую Украину, то для этого мы должны понимать, нам придется пройти длинный путь. Придыдущие 25 лет Украина страдала черт знает чем, поэтому сейчас я ему разбитую. Татьяна, вы за законопроект не голосовали, в том числе и потому, что не согласны с зарплатами? Что до зарплат, я вот просто зачитаю из текста закону. Розмир посадового оклада судей с 1 сечня 2017 года для судей місцевого суду 15 минимальных заработных плат, апелляційного суду 25, Верховного суду 75 и потом щороку подвищивается. Кроме того, им надбавка в размере оклада, кроме того, им надбавка за интенсивность, за ступень, за секретность, за так далее, так далее, так далее. Так вот, порівняно с теми зарплатами, которые достают другие граждане Украины, это, я думаю, просто невиправдана роскошь. И те 7 миллиардов, которые коллеги говорят, что это обойдется бюджетом, мне хочется спросить, а где они их возьмут? С пенсии будут вводить далі податки, драты, с предприемцами. Теперь наступна теза, яка тут прозвучала, яку я хочу... Вы хотите дальше покупать решение судов или вы хотите, чтобы суды принимали честные решения? Я их не купую, я вас не перебивала. За честные решения придется бюджет на придацию. Без этого бюджет не может ничего сделать. Таня, поймите, вы привыкли к тому, что все они не покупают решение. Борислава, я вас не перебивала, потому что, пожалуйста, выслушайте, надо кинцам. Чтобы суды решали по закону. По закону не знают, что такие гроши. Я хочу озвучить статистику, потому что нам тут коллеги рассказывали, как хорошо в нас сейчас происходит переатестация судов. Мы встречались с главой ВКК судов перед голосованием и заслухали его информацию. Так вот, подтвердили возможность действовать правосудие в соответствующем суде. Это суды, которые претендуют на обрание посады безстроково. 69%, уявите собі, майже 70% судов успешно, благодаря ВККС, прошли переоценивание. Теперь, что нам говорит, что уже прошли? Что нам говорит эта недореформа? Эта недореформа нам говорит, что оценивание, переатестацию, дисциплинарные стягнення, призначение и извольнение будут до 30 квотна 2019 года происходить. Я спросила, кто будет выбирать этих судов за честными и прозорими конкурсами? ВККС нынешняя, Вищая Рада правосудия, Вищая Рада юстиции, сейчас называется нынешняя. Повнестю заполітизированные органы, которые 2-3 года будут дальше действовать все функции, которые основоположны при призначении, притягнене до ответственности, оценивании, переатестации и извольнении судов. Поэтому никакого обновления судебского корпуса. Тут годится сподеваться. Эти органы на сегодняшний день полностью под контрольной администрации президента. Наступная теза. Тут говорили про то, что избавили политического влияния на судовую систему, но пан Памазанов, выступающий, сказал, что мы проведем конкурсы. Кто мы? Кто мы? Политики? Ни. Теперь наступная теза. Для чего в перехватных положениях Конституции президенту дали право одноособово без механизма контрразигнации переводить судью с одного суду до другого? Погано працюешь тут, не выполняешь мои политические замовления? Иди на трюпе працюй в який-нибудь суд на прифронтовой территории. Вопросов нахопилось, а потом еще я добавлю. Кто хочет? Если реплика, да, затем Максим ответит. Или Владислав? По-перше, я говорю про те органи, которые будут созданы соответственно к требованиям нового законодательства. По-друге, манипуляция у пани Тетяни в том полягает, что она говорит сейчас про старые законы, про старую аттестацию. В новом законе предназначено очень много основ для оценки, извольнення, призначення, тобто в багатом крестерии, что он возьмет взятку, но для этого у нас есть антикорупционные органы. И для этого в суде, для этого в законе про судоустрий, который мы вчера ухвалили, есть специальный, высший антикорупционный суд, который будет как раз вертикаль антикорупционный суд. У меня есть один вопрос, ответ на который я очень хотел бы услышать. Заботясь о простом украинцем, принимая вчерашнюю судебную реформу, чем вы думали, когда давали карт-бланш адвокатам? Можно? Можно? Что это? Вы создали адвокатскую монополию. Кто-то с вами согласился? Максим, один из тех, кто ратует за этот законопроект. А может, ты профильный юрист ответил? Борислав, давайте я буду определять, кто будет отвечать на мои вопросы. Спасибо. Спасибо, Алексей. Мы тебя отозвали. Я обязательно сейчас скажу про адвокатов. Мы тебя отозвали. Мы тебя из фракции исключили и отозвали. Татьяна и Виктория. Татьяна и Виктория, я сейчас приведу вам примеры своей жизни. Когда я очень хотел быть ведущим, со мной занимался один из лучших репетиторов на всей территории СНГ. Я запомнил на всю жизнь одно правило. Я ничем не отличаюсь от зрителя, кроме того, что я достоин здесь быть. Вы ничем не отличаетесь... Вы же, вы же не отличаетесь, правда, ничем от украинца, кроме того, что вы достойны здесь быть и являетесь для них образчиком. Будьте этим образчиком. Но не устраивайтесь здесь, пожалуйста. Спасибо. А меня мой отец говорил о том, что когда женщины дерутся, лучше в драку не стревать. Но это к другому. Друзья, я в парламенте не так давно, как и многие здесь, всего лишь полтора года, привык от политиков к манипуляциям, спекуляциям, перекручиваниям, казуистике и так дальше. Но никогда не могу смириться с лицемерием и с неискренностью. Поэтому, Таня, при всем моем уважении, вы абсолютно манипулируете вещами. И вы, как никто другой, знаете, что ваша коллега, вице-спикер парламента Оксана Сироид, которая вошла в парламент как член команды «Самопомощь», была одним из самых ярких, активных участников рабочей группы по подготовке этой судебной реформы. И такие вопросы, которые касались высоких зарплаты судей, это было ее, в том числе, настоятельное требование о включении. Выполнили? Выполнили. Многие другие вопросы, которые касались о механизме вступления в судебную реформу в силу, были выполнены, ее требования выполнены. И сегодня вы просто из себя говорите о том, что все дураки, а вы где самое красиво. Извините, Оксана Сироид не требовала отлагать судебную реформу на три года, так что не надо манипулировать Максим самостоятельно. Точно так же манипуляция относительно адвокатуры. Друзья, никакой диктатуры адвокатуры, как это было сказано, есть по ревняльной таблице, где черным по белому указано о том, что малозначительные споры, которые будут определяться малозначительности в специальном законе, это может быть до двух миллионов гривен, решаются людьми без участия адвокатов. Трудовые споры, социальные споры и конфликты, которых очень много, криминальные споры, самостоятельно может себя сам защищать. А присутствие адвоката не обязательно. В криминальном процессе обовязково, но тут вопрос в другом, что это преступление, когда человек обязан только обратиться к адвоката в криминальном процессе. Но я сейчас хотел бы немного вернуться к заработной платы, если можно, ну, один рядочек просто. Сама в том, что, во-первых, я вам отвечу. Конституционная комиссия, членом которой я не розглядала вопрос о суде, которая решила вопрос о заработной плате, она розглядала только закон о изменении Конституции. Это первое. Другое. Я говорю о рабочей группе. Секундочку. Секундочку. Далее. Юрий. Когда мы говорим про высокие зарплаты, я прихильник, чтобы судья, так же, как и будь-якая людина, которая выполняет государственные повноважения, она была достойную заработную плату. Это правда. Но когда ты идешь в судовую систему работать исключительно за деньги, и не имеешь доказательств, это проблема. С другой стороны, когда не работает, она не работает, она не работает, она контролирует за судьями. Но что я бы хотел сказать еще? Вдумайтесь в такую простую ситуацию. Глупость скажу, но вы работаете вместе, куда идут в основном за деньги, они ради доказательств. Простите, пожалуйста. Ну, нехай будет. Думка есть такая тоже. Суспільство, она доминует. Так вот, судья Верховного Суда может иметь сегодня заработную плату 206 минимальных заработных плат. Это приблизно по сегодня 270 тысяч гривен в месяц. Но парадокс не в том, что если мы захочем, потому что это привязано до минимальной заработной платы, пенсионеров поднять на 100 гривен, мы этому судью доплатим 21 тысячу гривен. Это правильно или нет? Правда, у нас в законе с вами про пенсионное забезпечение записано, что перевищение, пти в минимальный заработок не подняет индексации. Там привязан до минимальной заработной платы. Мы поднягаем. Другое питание. Если этот судья выходит на пенсию, он уже не выполняет судочинство. Он получит 75% от той заработной платы. А теперь еще раз я прошу, Александр, извините, сразу уточните. Я прошу уточнить один момент. Я хочу вам сказать, что в том роте мы приняли законопроект, которым как раз это был наибольший скарг граждан, и мы их 100% в этом поддерживаем, что людям, которые работали все жизнь, им нараховывали на пенсию 30% от своего заработка, а государственным службовцам было 80%, потом 70% от заработки была пенсия. И поэтому в том роте мы приняли законопроект, который взял это полностью. И с первого, с 16-го года, с первого сечня, все пенсии нараховываются не больше 10 минимальных зарплат. То есть сколько бы ты ни сплачивал податков, ты пенсии отримаешь не больше. Потому что даже если они будут сплачивать зарплаты из 300 тысяч, они пенсию не отримают больше 10 тысяч. Понятно, спасибо. Вы кому-то ответить хотите? Не, я хочу просто сказать... Защитить реформу? Да. Станом на зараз в Украине есть приблизительно 9,5 тысяч посад в судебском корпусе. Это, враховывая, на жаль, пока еще анексованный Крым и окупованные территории Донецкой и Луганской области. Согласно этого закону, количество посад судеб будет сокращено майже вдвече. Порахуйте, какая количество будет заощаджен. Это первый момент. Другой момент. Я полностью поддерживаю Борислава в том, что если мы хотим побудовать честное правосудие, человек, который совершит это правосудие, должен понимать, что она что-то втрачает. Потому что, извините, если она втрачает, условно говоря, 2 тысячи гривен, получивая хабарь в десятки тысяч долларов, она не будет очень доработать ее посаду. Но если она будет втрачать ту зарплату, которую мы прописали, и будет нести за это криминальную ответственность, и будет после этого заарештовано, будет в ней конфисковано майно, поверьте, эта людина, которая совершит правосудие, двече, трече, десятикратно подумает перед тем, как вы носите неправосудные решения. А что до монополии адвокатства? Что до монополии адвокатства, вы знаете, есть такие корруппованные страны с недолугою системой правосудия, это все в лапках, где корень судочинство уходит там еще в 15-14 столетия. Например, Англія. Чи может будь-який юрист зайти в High Court of Justice? Я вам скажу, жодный. Только баррестер, только баррестер может защищать и представлять интересы. Больше того, больше того, мы до чего стримуемся. Уча язык стримается в сравнительном уровне дохода в Россию, но, по-моему, это даже произносит кулу. Боже, только адвокат в Франции точно так же может представлять, не попри то, что там также есть разделение на юридическую, умовно говоря, на коммерческих юристов и на адвокатов. Поэтому я особо поддерживаю это, потому что до меня, я выбраний на окрузе, у меня где-то 70% всех моих звонков, або людей, которые приходят до меня на прием граждан, это касается, что они приносят такой пакет документов и говорят, «Допоможите нам в чем-нибудь, что у нас юридический спирт». Скажите, пожалуйста, а вы при этом подумали о том, что услуги адвокатов могут в течение нескольких месяцев или года вырасти в цене? И продумали ли вы механизм, как защитить простого украинца от этого? Возумовно, в наступном кроке, каким будем имплементовать эта судовая реформа, есть реформа адвокатуры. Не, подождите, не маніпулюйте, александр, я не маніпулирую, на сегодняшний день есть или нет? Есть программа, есть, 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 есть. Почекайте, есть программа вторинной юридической помощи, есть куча других программ, которые уже действуют и которые защищают полностью... Можете, я хочу вас допомнить? Я полностью поддерживаю, что есть важные со стороны государства, которые могут помогать человеку, которая не имеет денег, чтобы нанять адвоката. И государство ему гарантует, который ему гарантует обязательно посадку, который будет себя защищать в суде. Зрозумево, как из этих послуг... Сейчас есть система, которая помогает уже безкоштовно гражданам, цивильных, анистративных. Вы же прекрасно понимаете, что иногда помощь этого адвоката, который часто является низкой квалификацией, или студентом, или учительным... Это такая же лотерея, как вызов бесплатной скорой помощи, когда все приезжают в операбельном случае пьяные граждане. Перепрошу, не Андрей, не перебивай меня, я тебя не перебиваю. Андрей, не перебивай меня, мне не дали свою помощь, я не перебиваю. Адвоката, безкоштовно, и там не есть адвокаты низкой якости. Я помню, но когда говорят неправо, абсолютно я не могу. Я хочу сказать, что в качестве надания послуг со стороны государства, общество не сомневается, оно будет нульовое. Теперь мы говорим, давайте объективно. Мы створили, вернее, не мы, а парламент и большинство коалиций, яка разом с партией регионов, колишними обломками, 335 голосов за допомогою тих голосов, яка сформировала. Два класові корпорації, корпорація суддів і адвокатів. Это будет закрытое коло обмежених осіб, которые туда практически нереально потрапят. Вищая рада з юстиции, яка переформирована в Вищую раду правосуддя, закрытый орган, который уже сформировал на догоду банку, будет назначать, кого позбавляти недоторганности, кого откликать, кого призначать суддю, а кого забирать. Я хочу сказать насправді, не перебивайте, мы сделали велику помилку, потому что сегодня парламент отдал повноважение, он не впливает на суддю. Мы втратили эти повноважения, но мы их передали дополнительно президенту. Послушайте, не перебивайте, я вас не перебивал. Я хочу завершить свою думку. Відповідно, я хочу сказать наступное, передавши повноважение президенту, потому что в старом законе судді самі выбирали, мы, согласно этого закону, забрали право призначения суддей, а дали им возможность выбирать самих володых суддей. А теперь они будут прогоджаться исключительно с решением администрации президента, с решением президента. Это я монополизм. Спасибо. Спасибо. Когда у вас инфаркт, вы не едите до логопеда, правда? Точно так же, и когда вам нужен юридический защит. Вы должны идти до фаховца, который должен защищать вас и представлять ваш интерес. Этот закон, потому что это реально продолжение Киева, Краппортнова. Они его реализовали. Краппортнова, который реализовал свои задумки, и теперь реализовал этот президент. Алексей, я не говорю, что он уже час. Меня, конечно, поражает очередной социальный популизм, который начался. По поводу зарплат. Ну, слушайте, вот у меня товарищ недавно делал ремонт, да? Розетку установить стоит там 8 долларов. Это неквалифицированная работа. 12 тысяч гривен, 10 тысяч гривен в Киеве просит водитель, который ничего не умеет, кроме как водить машину. А вы попробуйте по-нормальному, по-хорошему, действительно, общественную систему стать судьей, стать адвокатом. Выучиться. Дипломат. Вот я сказал, сейчас просто привожу простую цифру, сейчас все начнут орать. Я работал первым секретарем... Олег, я вам могу парировать только тем, что попробуйте стать врачом. Послушайте, это другая тема. Во-первых, я против государственной бесплатной медицины в принципе, она должна быть частая. А с каких платных судов АТО? А это государственные, суды не могут быть частыми. Послушайте, первый секретарь посольства Украины в Москве получал, еще в 2008 году я был должен, получал 3 тысячи долларов. О, какой ужас, какие сумасшедшие деньги. А, извините, это человек, который должен знать несколько языков, который должен представлять государственную международную арену. Сейчас эти дипломаты получают в Вашингтоне, в Брюсселе еще больше. И это абсолютно нормально, потому что российские дипломаты получают 7-8 тысяч долларов на таких же должностях. И потом нас заставляют воевать. Понимаете, ничего дешевого не бывает. У нас за 500 гривен невозможно найти чека-картошки, поле перекопать. Никто не хочет работать. Особенно поразительно, когда такие вещи начинают говорить депутаты, на которых бриллиантов и одежды дороже, чем зарплата судей. Которые это обсуждали. Вот это называется популизм. Я очень благодарю. Вы знаете, вот тот популизм, который у нас сейчас в студии, про то, что монополизм. Я сегодня в мереже начинался очень много. С того, что все, капец, все пропало. Адвокаты, по-перше, там передбачено перехідный период. Кінец цього перехідного периода аж у 2020 році. За цей период мы все можем... Не перебивайте. Мы можем разобрать качественные законодательства, подготовить адвокатскую базу и так далее. Навчитися, привчити громадян. Більше того, я вам скажу, що всі ті заклики про те, що зараз громадян лишають на одинці, один на один з законом, з ситуацией в країні, це неправда. Вже більше року нашим урядом, Міністерством юстиції, розроблено программу надання безкоштовної адвокатської допомоги. В тому році було створено по всій території України 100 центрів, які надавали соціально незахищеним верствам населення абсолютно на безкоштовній основі. На договірній він приходить і безкоштовно йому надають допомогу у цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справах. У всіх категоріях абсолютно. На сьогоднішній день Міністерством юстиції у зв'язку з тим, що попит шалений на таку допомогу, і черги вистроювалися. Я особисто їздив по усім цим центрам і перевіряв, яким чином надається ця допомога. Я не можу зрозуміти, хто в виборозних мірах, мабуть, живете з Владиславом Голубом, тому що він только що говорив, що у нього 70 обращень іменно по цьому поводу. Я не проручиваю. Когда люди приходять і кажуть, извините, допомогите нам чим-небудь, потому що ми обратились там, либо я самостоятельно займався своєю защитою, либо я там нанял уйденити когось, соседа Василя Петровича, який... Дайте, ви мені скажіть, за які гроші людина має наняти адвоката, де є інімальна зарплата 1400 гривень. Ви мені скажіть, послухайте, я хочу, щоб ти звертався до таких людей, щоб тобі йде безкоштовно. Я побачиваю, що я не можу захистити свої інтереси, я безкоштовний адвокат. Ми реально спережемо і нервне ефірне і ввремя. В зв'язку з тим, що ця система запрацювала дуже ефективно і був шалений попит, зараз на територію нашої держави всі структурні підрозділи Міністерства юстиції, районні відділення перетворяться у центри надання безоплатної допомоги. Таким чином в кожному районі, в кожному місці ми отримаємо безкоштовних професійних адвокатів, які оплачують державу і господарю. Дякую. Мені без микрофону взагалі дуже важко говорити і з вами сперечатися. Вам завжди рада помічниця Катрин. На 1400 гривень хочу відповісти. В Конституції України ми чітко передбачили виключення з того правила про представництво адвокатів. Зокрема, мова йде про такі спори, як трудові спори, спори щодо захисту соціальних справ, спори щодо виборів і референдумів, малозначні спори, які ми визначені малозначні спори, домовши окремо голосуючи додатковий закон. Тому не треба займатися маніпуляціями і говорити, розказувати людям, що люди, у яких зарплата там 1400 гривень, вони будуть змушені когось винаймати. Насправді ми хотіли ввести об'язкову адвокатуру для комерційних спорів многомільйонних, для того, щоб адвокатів, якраз через інститут адвокатів, притягати до відповідальності дисциплінарної, якщо вони будуть зложувати своїми правами, якщо вони будуть некоректно себе поводити, затягувати судовий розгляд і так далі. Так що, по-друге, я хотіла відповісти стосовно особового переведення суддів, тому що від представника самопов'ячі звучала ця фраза, а мені дуже не подобається, коли говориться неправда. В Конституції України, в перехідних положеннях, дійсно передбачено переведення суддів. Але треба дочитувати цю фразу і говорити про те, що це здійснює президент України на підставі відповідного подання Вищої Ради Правосуддя. Не буде подання Вищої Ради Правосуддя, не зможе президент нічого переводити. Більш того, нікого переводити. Більш того, законом про судоустрій чітко передбачено... Влад, я вибачаюсь. Чітко законом про судоустрій чітко передбачені підстави і випадки, в яких будуть переводитися ці судді. А там мова йде про цими випадками є реорганізація або ліквідація суддів, що потрібно дійсно, якщо ми будуємо нову систему судоустрою, або як дисциплінарний захід. І, відповідно, не треба говорити, що президент, особове, бо там немає такого. Ми поняли, що не треба говорити. І останнія, якщо можна, остання фраза. Я хочу одну цитату зачитати, тому що я зараз дивуюся, як представники однієї політичної сили взагалі можуть критикувати цей текст. Ця фраза була сказана віце-спікером на Національній Раді, на Нацраді реформ. І ця інформація є публічною. Це цитата. Я хочу подякувати вам, пане президенте, за той крок, який ви зробили у цьому проєкті. Ця готовність відпустити суддів з політичного полону – це величезний крок. Це оцінять після нас. Я навіть боюся переоцінити. Це насправді є надзвичайно велика річ. Ми маємо можливість сформувати абсолютно нову судову систему. Скажіть мені, будь ласка, панеці Тетяна, я вправді їй вона була не проголосувати за це. Вікторія, і Тетяна, извините, це була дуже хороша цитата, ви її душевно прочли. Я вправді на неї відреагувати дуже коротко. На той час віце-спікер українського парламенту не знала, що політичні впливи продовжені до 30 квітня 2019 року. Це той час, протягом якого всіми адміністративними оцінюваннями і звільненнями призначеннями судів буде займатися за політичній підконтрольній адміністрації президенту ООН. Я не дам никому сейчас слова, тільки для того, щоб в следующий раз ви знали. Ви знали, ви не маєте права тратити время впустую. Перестануть і судді з високими зарплатами брать взятки. Ми спросили у наших зрителей, пока ви здесь обсуждали цю тему, вони отвечали на цей вопрос на нашому сайті подробностю їй. Ось що вони считають. Судді з високими зарплатами не перестануть. Считають 64% наших зрителей, які голосували на сайті, 36-37% все-таки оптимісты. Верять в то, що деньги ці люди брати не будуть. Сейчас ми будемо говорити о інших деньгах і о інших людей, які їх брали. Брали причем в неограниченних, судя по всему, количествах. Історія – це двохлетній давності. На цей неделе спліла амбарна книга партии регіонів, которую ввел один із народних депутатів, ныне сидящих в Верховной Раді, від групи Ведроджиня. Тоді, можливо, він був черним кассиром партии регіонів і окруження Віктора Януковича. Сумми впечатляють. Брались вони под розписку, под галочку, под подпись. Сумми очень больші. Уважаємі присутніші тут і політики, і експерты, і політологів прикармливали, і кого там тільки не було. Скажіть чесно, підніміть руху, чі фамилии в цих амбарних книгах є? З нас? Мам, извините, нас нет. А почему нет? Нет, извините, іс присутніші. За себе-то ви знаєте, ваша є там фамилия или нет? Ні, Михайлов. Ні, що жартують. Ваші нет. Там, кажуть, є фамилия лідера Свободи. Тягни боку. Ну, пока її не було, да. Пані Тетяна, насправді, давайте не розповідати байки. Давайте все-таки обсудим. Давайте все-таки обсудим. Там побачимо, які лідери там впливуть. Давайте не розповідати байки. Ваш колега Лєшенко вибачався за звинувачу. Я сказав, говоря. Борислав, полную версію не видел ніхто, по-моєму, кроме членів НАБУ. Я видел нехотері части, які поки ще не опубліковані. Я могу сказати... Три версії, говоря. Три версії или три части? Ні, 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 три версії. Действіно, це правда. Есть версія, которая, скажімо так, первая. Ту, яку отправили Сергею Лєшенко, яку я вам опубліковав. Це не версія, це частина. Не так, не, не. Версія інформації. Первая, минимальна, вже вижита. Вторая частина, більш обширна, яка передана в НАБУ. Но є, говорят, ще... Правда, що в неї, в общем, обсяг сумма всіх цих подачок 2 млрд? Да, це правда, 2 млрд. Но є, говорят, ще третія частина. Та, яка з 2007 року полна. І та, яка упомінається достатньо багато людей, не сидячих в парламенті, знаходящихся і управляююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Дешевая рыбка, хреновая юшка Это к вопросу о том, что когда мы ходим Чтобы хороший суд был Бесплатно, так не бывает Поверьте Спасибо, что резюмировали Вопрос о всем остальном Да, действительно, и я надеюсь Что действительно НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура У них хватит сил, возможности и решительности Опубликовать все имена Все политические проекты Которые сидели на иждивении партии регионов Всех персон, которые действительно помогали Цементировали в этот строй Януковича И самое главное Всех тех, которые с открытыми глазами Ясными улыбками И шли и кричали Сегодня говорят о своей неподкупности Правильно, я хочу, чтобы наконец-то опубликовали полную версию Андрей Ермолаев Сразу два вопроса Верите ли вы в то, что полная версия Будет когда-то опубликована Увидит свет и украинцы узнают имена всех своих героев И Почему два года Никто не знал о существовании этой книги? Почему именно сейчас? Если страна Желает знать своих героев Достаточно пролистать сейчас Состав Верховного Света Аппарат Состав прокуратуры Потому что документы, которые называют черная касса партии региона Аутентичность которых нам еще будут проверять Неизвестно, как с ними идет работа Это часть того, что называют теневой экономикой Кто-то сомневается, что в генпрокуратуре работают потоки А кто забыл пирамиду ГАИ Потоки, вы сказали? Что же потоки? Потоки Это снизу вверх Я просто другое слово А кто забыл пирамиды Дагаева покойного? А кто сомневается в том, что СБУ крышевало и крышует? Вопрос состоит не только в том, как расследовать те документы, которые всплыли И, конечно, это нужно делать Вообще не оспаривается Вопрос состоит немножко в другом Как вообще разбираться в будущем с тем Что у нас на сейчас, по некоторым оценкам, вообще тень Это 60% ВВП, а может и больше Как разбираться с тем, что сейчас Коррупция приобрела цивилизованный характер уровня тендеров на войне Когда фактически она обеспечивается судебными решениями И почему, действительно, мой коллега вспоминал феномен Новые роли судов Легитимация собственности и богатства Потому что простыми кавалитическими решениями А-ля Шариков Давайте посадим, кого поймали Извините Проблема тени не решается в стране Где в тени находится практически каждый бизнесмен От киоска до корпораций И государственные институты От политических партий в парламенте До, извините меня, правоохранительных структур Что в этой ситуации делать? Я думаю, что, конечно Те документы, которые всплыли Во-первых, я надеюсь, что с ним будет вестись нормальная работа А не фотошоп И будут найдены какие-то правовые формулы Что с этим делать? Без попсы, без публикаций В украинской правде Которые делают некоторые документы ничтожными Это чтобы понимали смысл публикаций Хотя сама украинская пара Правда отрымывала там А что? Я не могу понять А как они сделали их ничтожными? Не надо Ну потому что теперь без... Вы видите в этом спецоперацию? Я нет Я вижу спецоперацию другому, но это просто отдельная история Немножко о другом Так вот, это был бы хороший повод Вообще по-другому подойти к проблеме преодоления тени и борьбы с теневой экономикой Начиная с органов власти Вспомните совсем недавно скандал Скандал с бриллиантовыми прокурорами Ну, я рассуждаю как политолог, не юрист и тем более не как следователь Но, наверное, вы все встречали в хорошей прессе и журналистских исследований тот факт, что бриллианты Это всегда расчет и, к сожалению, самого серьезного системного криминального бизнеса Такое, как оружие, наркотики Я так вопросу, почему бриллианты? Ситуация янтарная Ну, даже самый ленивый журналист уже не писал, что это тоже пирамида, где крышут с Киева Вы думаете, там нет этих грузбухов? Или не ходят эти конверкции? На самом деле, черная касса партии регионов Это большое начало пути, связанного с преодолением тени в политической системе Сколько еще таких касс? Совершенно верно Но я очень опасаюсь Теперь спецоперация И очень последняя фраза А спецоперация, давайте к улачу Черная касса партии регионов Это форсированная подготовка к расправе с политическими оппонентами Почему? Вспомните, с чего началось, на самом деле, этот поворот Выступление нового генерального прокурора на пресс-конференции Очень интересные акценты Названные фамилии были только конкретной политической силы Дела, связанные только с политическими оппонентами И стыдливо, и в том числе порушение ненадеющей влады Извините меня, миллиарды, в которых обвиняли нынешнее бывшее правительство Яценюка Заявление Саакашвили Заявление Москаля А это? Об этом немного позже, обязательно Поэтому то, что потом появляются документы 3ПК Я рассматриваю просто как многоходовку После чего журналисты, публикации Мы в компании уже находимся Татьяна, а Вы как считаете, почему именно сейчас? Где эти документы были 2 года? Коли заступник, колишний заступник главы СБУ передав ці материали до Національного антикорупційного бюро Есть достоверная информация про то, что Національное антикорупційное бюро И Вы, мабуть, как член антикорупційного комитета, владеете цей информацией Не хотело рееструвать криминальное проведение Поки там действительно не втрутився, зокрема, и глава антикорупційного комитета И они вимушены были зарееструвать криминальное проведение Больше того, сейчас Національное антикорупційное бюро думает про то, как передать, а хотя бы частину этих документов на Генеральную прокуратуру, где они будут похоронены, как все дела, которые потрапляют в Генеральную прокуратуру Это же не правда А если почитать уважно, уважно прочитать интервью ТРПК, то там, звідти стая зрозуміло, что в этой амбарной книге есть информация и про так гостро ненавидимых вами судов, высших судов, высших касаційных судов, господарского, конституционного судов И что сейчас набывает архиважливости по представникам, прокурату и представникам международных организаций, а нам сейчас хотят запроторить миссию АБСЕ Скандал, может быть, не только для внутреннего использования международных Борислав, что не правда, с чем они довольны Это неправда, значит, смотрите, до того момента, как было опубликовано в «Украинской правде», почему так спешно опубликовали? Потому что журналисты, на самом деле, гоняются часто за жаренными фактами, за сенсациями И сейчас я вернулся с комитета парламентской ассамблеи в Париже Там как раз обсуждалось, насколько корректно, господин Ермолаев, журналисту поднимать вопрос и этим фактически мешать следствию И было принято решение, что это неправильно, но журналисты, увы, в погоне за расследование часто это игнорируют Если я не ошибаюсь, это был народный депутат Так вот, САП, ну в этом случае он был журналист Да нет, он всегда народный депутат САП, Лещенко И более того, эта история похожа на пленки Гангазы Когда за счет манипуляции дискредитировали по сути Специализирована антикоррупционная прокуратура Вместе с НАБУ работала с этими документами в тот момент, более того, была зарегистрирована Когда Лещенко опубликовала в «Украинской правде» После чего подтвердила НАБУ, что да, мы работаем, у нас есть, у нас все зарегистрировано После этого Егор Соболев сказал, что мы тогда хотим совместное заседание После этого, не до Поэтому не надо, знаете что, господа политики Попробуйте не рвать Украину, а склеивать ее Александра Путин Я хочу сказать, что я в продолжении того, что говорил пан Андрей Тут много сповпадений Потому что у меня было ощущение, когда появилась книга, точно как с пленкой, связанной с Гонгадзе Про эту пленку говорили уже, ну, десь полтора года О бомбарной книге? Нет, про пленку А пленки еще тогда, да? И полтора года пропонували многим политикам, но пропонували за гроши И все понимали, да, ну, а значит, что все моменты Вы хотите сказать, что сейчас тоже продали эту книгу, эту информацию? Я не думаю, я знаю Трепака, это очень порядный офицер Я думаю, что он просто, когда пошел в ССБУ, он увидел, что нет надеи, что это будет открытая И потому что сделал такой публичный шаг Для меня шок, то, что там получили политологи, то, что там пресса получила Два момента, которые были для меня неприятнейшие Это первое, то, что я понимаю, что у нас с вами выборов нет Когда мы читаем, что Ющенко просто продал президентские выборы Просто продал Это просто не надо, не надо Я хочу, что вы об этом не сказали Это вы цитируете заявление Москаля Практически не только Москаля Там есть деньги, которые получил Ющенко И я видела, как он работал По-друге, как там написано Наша Украина, Костенко Когда написано Где вы их прочитали, скажите, пожалуйста Где вы полный текст прочитали? Не полный текст Ни, не полный Почему так радикальной партии мне нравится появление этой книги? Мы поговорим буквально через минуту Потерпите Дозвольте, я закинчу А когда окремой строчкой Заказ комментирующих матеріалов Заказ комментирующих матеріалов против Тимошенко окремою строкою Книги против Тимошенко Это просто показник того, как створили грязь на нашего лидера Как вырвали, забрали победу в 2010-м році Не можна тобі питання Ти тоді можеш вийти в этой книги Я вот не читал, вы скажите, где прочитать Скажите, где это прочитать? Ну ти у них працював политологом Ты выйдеш в этой книги, меня там не будет Скажите, где прочитать, в том числе с моей фамилией? Скажите Ну действительно, смотрите Общественничество зала всего лишь там О раздаче денег за несколько месяцев Возможно, невозможно, там всплывут и новые имена Если всплывут Вы заметили, как заполошились представители некоторых политических сил? Юрий, здесь вот спасибо, что вы напомнили о вашем присутствии Ну это с вашей стороны, в первую очередь, это манипуляция Ведь как было, зрителям напомню В начале Лещенко проанонсировал Завтра мы опубликуем Моментально, кто начал мирничать? Один из первых, лидер радикальной партии Олег Лешко Который написал пост о том, что это манипуляция И его могут шантажировать То есть он готовил как бы превентивные меры Дивіться, я вам поясню Вы можете появиться кто-то из вашей партии в этих списках? Или нет? Если они будут расширены Я тоже бакулар, все казали Все, все проголосуйте за Конституцию Потому что там кто-то из вас есть в списках Принципово, даже я на фракции выступал Для того, чтобы не было этих разговоров И если этим кого-то из нас шантажируют Мы голосуем против, нехай опубликовывают Ничего не случилось Это первый момент Другое вопрос Мы очень зацикавлены, как политическая опозиция Чтобы эти списки Або были им даны реальный хит В антикорупционное бюро Або если антикорупционное бюро не хочет что-то там делать Нехай все-таки оценить, это правдивый или нет И опубликует Нехай не будет криминальной ответственности Но чтобы была публичная ответственность Чтобы люди знали, кто брал деньги Потому что я не верю в то, что они будут покараны Кожен найдет какую-то причину Не тот подпис, не тот почерк и так далее Тим паче сегодня уже две книжки Так чего Ляшко нервничал, так понятно не могу Та звідки вы это взяли, я не знаю Ну я не знаю, спитайте Але я думаю, что это просто снова-таки маніпуляция в этом зале Мы же прекрасно Чекайте, когда голосовали за Конституцию Згадайте Спочатку проголосовали за то, чтобы заменить в бюджете И распределить между мажоритарниками по 10-12 миллионов И они голосовали Далее Перед генеральным прокурором подали на приватизацию Я думаю, что странно вы меня пытаетесь увести от вопроса Так я ответ не услышал А сегодня вы носите книгу Так же очень активизировалась свобода И тоже начала кричать Юрий, спасибо, вы не отвечаете на вопрос Отвечать не нужно Михаил Алисей, я буквально одну фразу Тоже нечего Одну фразу Одну, я перепрошу Я уже 30 секунд пока отключил Я дякую вам за запрошу Манипуляция, Юрий, это не отвечать на четко поставленный вопрос Вот это манипуляция А все остальное, это манипуляция Михаил Друзья, дякую вам за запрошу Я, конечно же, дам ответ На самом деле Ни одного Юра, я, пожалуйста, дай не перебиваю Я сейчас не перебиваю Перше, хочу дать ответ С той приводом, что Мы, конечно же, ничего не заметушилися И это была сделана четкая провокация И, до речи, коллеги Лещенко на своей пресс-конференции озвучил Зараз був на месте наш пресс-секретар Головой партії И сказал, что это неправда И не бывает действительно Ни одного блога, ни одного посту В нас жодного не было Після того, он, навіть, Лещенко Вибачився, что Відповідно за неправдивую информацию Давайте говорите честно и объективно Хіба сумнівалися в суспільстві, что Иснує чорна каса, что есть тіньева экономика Яка купляет политиков, политологов Экспертов, журналістов и так далее Звісно, что иснует Вона не озброєним оком И видно и сегодня Это голосование в парламенте Это же за те самые же зацикавленные Чи за бюджет, чи за інше За зміни Конституции Это же оця ширка, яка сьогодні сформована Это же практично речи Это коррупция тотальная, яка И на верхах, и на низу Те, что президент говорит, что Нема на верхах коррупции Ну, перепрошую, это курам на смех Это и кто в это поверит? Что у нас, нибудь, коррупция Только на низах Сири вчителев, лекарев, там, сельского голову За 300 доларей могут зловить и так далее Насправді, це є провокація Сьогодні вся краяна погрузила в коррупции И вона очолена на самом верху Починаючи с президента Починаючи с голови уряду, парламенту и так далее Мы пропонували створить, пропонували Партия свободна, дышит свободно, спит спокойно Нам нема чего хвилюватися Не боится публикации следующей части списка Послушайте, нас неодноразово намагалися Я дам відповідь Нас неодноразово намагалися респродатувати Я хочу вам нагадати Нагадайте, скільки разів партии регионов Я хочу сказать, кто приносил в клюві С кого збирали Это из бизнеса Это из бизнеса Это податкова Мне интереснее Сейчас было бы еще побачить эту книгу Потому что это понимает, что это как раз та вертикаль Снизу долгу Борислав, в середу, в парламенте Когда спикер поставил на голосование Про створение тимчасовой специальной комиссии По расследованию, оффшори Про причетность к корупции Головин нацбанку, Гонтареву и так далее Когда проголосовало, ганебно лише 108 депутатов Чому вы не голосовали? Я голосовали Но почему не голосовал Народный фронт? Чому не голосовал БПП? Вот что бояться расследований? Я говорю, что это, перепрошу, и политические игры будут Насправді, если вам нет чего приховывать Так давайте створим Давайте переверим всех И створим комиссии по тих списках Створим комиссии по тих списках Давайте, давайте Спасибо, есть вам что скрывать или нечего? Чего играете варьята? Михаил, я начинаю волноваться за ваше состояние Ну нормально Есть вам что скрывать, нечего вам скрывать Попытаемся выяснить ее в следующей части Ток-шоу «Чорное зеркало» Зрители, прошу дождаться Пауза будет очень короткая Добрый вечер еще раз Это «Чорное зеркало» Мы продолжаем, как вы сами видели В прошлом части До объявления рекламы Зал очень оживился Обсуждая черную кассу времен Януковича Давайте продолжим еще несколько минут Обсуждать эту же тему Друзья, вы заговорили о том О рисках, которые возможны При опубликовании подобного рода документов Можно ли гарантировать, что Публикация вот таких вот черных касс, амбарных книг Не будет использована для расправы с неугодными Ведь вписать фамилию политика Которая, в общем-то, кому-то не нужен Или является костью в горле, грубо говоря Не так и сложно Где гарантия этого? Есть ли надежда на НАБУ в этом вопросе? На другие антикоррупционные органы Которые у нас плодятся, в общем-то, как грибы после дождя Но вот результатов их работы мы пока не видим Да, Максим Спасибо Друзья, ну на самом деле я считаю, что Несмотря на всю трагичность этой ситуации Очень хорошо, что именно сейчас этот скандал разразился Потому что он показывает, насколько прогнела вся политическая система в нашей стране Главное сделать правильные выводы от того, что произошло Первое Ну, во-первых, все должны для себя уяснить о том, что Скелеты в шкафу не только долго не задерживаются А еще, как показала эта практика, умеют иногда и говорить Я не сомневаюсь, что очень многим действительно станет, ну, как минимум, плохо Если для кого-то юридические последствия не наступят Они действительно поступят политически Это правда Политически И действительно, в общем, было правильно Вот в предыдущей нашей части Смешно было наблюдать, когда некоторые политики просто заерзали на опережение Знаете, есть хорошая такая тактика, да Вот атаковать лучший способ защиты Друзья, бумага все стерпит Выводы не единственные Что сегодня, в том числе и подолание политической коррупции Вы говорили там про офшоры, да Это вопрос национальной безопасности Мы насоздавали с вами ГПУ, САП, НАБУ, НАЗК Долго перечислять более 10 И многие другие, и многие другие вот эти все абериатуры по борьбе с коррупцией Самое главное сегодня задача одна единственная Чтобы политики не мешали им работать Да, вот Виктор Трепанов, я не знаком с Трепановым Но он поступил, и сегодня об этом говорят многие эксперты Не как юрист, не как правоохранитель, а в принципе как политик Это правда Поэтому выброс вот этой вот информации о том, что кто уже это сделал Это тоже был политический ход И я думаю, как бы оно не навредило следствию Я знаю, что сегодня возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро Я знаю, что уже пойдут определенные следственные действия Вот Тарас Черновил заявил о том, что он готов бы давать показания о том, что это произошло Самое главное, самое главное Во время следствия могут ли появиться новые фамилии в этих списках? Вот о чем я спрашиваю Я думаю, безусловно Я думаю, безусловно Потому что Сергей Лещенко опубликовал лишь малую часть, там на 66 миллионов расходов Вы как будто меня не слышите Я у Юрия снова спрошу Юрий, вот сейчас вот вовремя вы скажете то, что пытались навязать то мнение в прошлом часе Есть ли гарантия того, что эти списки не могут быть использованы в борьбе нечестной в нынешнее время? То есть не появятся ли там новые фамилии? Оскільки книга неповна, да? Тобто мы бачили 7 сторинок, ніби 8 А в НАБУ нам сказав Ситник, что там 800 с копейками, так? То зрозуміло, что новые прозвища будут Вони никуда не динутся Это зрозуміло Самое для меня, например, дивное Но оно, скорее всего, и зрозуміло Что выпало из опубликованных саме ті два месяца виборів Когда все кандидаты брали гроши с одной касы Мажоритарники Тобто будут Ну, с черной касы Будут ці речи Багато получал Мы понимаем, что это будет Это зазнание, или что? И тому, ну, знаете, вы Юрий, ну вы брали Я особо с Тонней готовый притягаться Ну, я бы тогда взагалі был адвокатом в этот период Тобто, ну, тут питания до меня не дуже менше Але питание в іншому Что, если сегодня уже говорить официально, да? И вызывают того же Лещенко в НАБУ З допитом, потому что есть два разных экземпляра списков Оце и есть самая большая загроза для общества Что это станет не предметом для того, чтобы притягнуть до криминальной ответственности коррупционеров А будет элементом шантажу, как были несколько лет в списке Мельниченко Такая амбарная книга была быть одна, их не могло быть двое И то, что они два года трималися А мы понимаем прекрасно, что после Революции Гидности И Офис партии регионов И на Межигире знали там, помните, оцей вот Ремонт рубили, что там навіть до трех доларей, что куда тратилось Тобто, партия регионов действительно вела такие книги Вони все четко записывали Хочу задать еще один вопрос по этой теме Очень важный, я понял вашу мысль Спасибо, думаю, зрители тоже поняли Вопрос, который наверняка волнует сейчас многих И все мы его задаем А вы его, наверное, в общем-то, в принципе ждете с опаской, со страской Вы можете сейчас честно, положа руку на сердце Каждый ответит за свою политическую силу Что на сегодняшний день, Александра, в Батьківщине есть черная касса? Возможно, что через пять лет мы увидим амбарную книгу Батьківщины 2016 года Максим, не радуйтесь, сейчас вы будете отвечать Я не знаю, кто сможет с нас відповісти Бо жоден з нас не є в керівництві партии Я не можу відповісти, чи є амбарна книга, чи ні Але в бухгалтерии есть Ну, как вы думаете, черные кассы существуют на сегодняшний день в политическом? Нет, в таком вигляді, как мы бачимо, сегодня партии регионов нема Бо у нас никому носить Это найтяжчая ситуация, бо мы в оппозиції Я понял, Андрей, Народный фронт А вот касса чистая, прозрачная Знаете, коллеги, як це не печально, але депутати Народного фронту Дуже багато депутатів Народного фронту реально вимушені жити за одну зарплату Тому я не знаю існування чорних касс Я не знаю, щоб комусь із депутатів доплачували Тим більше, щоб ці депутати розписывались у якихось чорних книгах І я все ж таки сподіваюся на те, що наше керівництво, воно зовсім відрізняється Я на інші ответи, дорогі зрители, і не розсчитываюся Делаю я це, наверное, для історії, щоб лет через п'ять залізь в свої архіви і споставити Максим, є чи ні? Якби вона була, я думаю, всі б вже знали, тому що Сергій Лещенко об цьому знав би точно Тетяна, самопомощь Самопомощі ситуація прямо навпаки Тобто ми всі члени партії сплачуємо партійні внески до партійної, так би мовити, каси Причому робимо це абсолютно легально, безгутівковому порядку І тому жодних амбарних чи інших чорних, подвійних і так далі бухгалтерії немає Як власне і взагалі немає бухгалтерії Юрій, радикальна партія, на що живе? Я лише хочу сказати, що кожна партія звітує про свої доходи Тому я хочу побачити у звіті самопомощі, хто там внески вносить І чи реально там депутати вносять В нас такої амбарної книги немає І я точно за всю свою політичну кар'єру жодної копійки з ніяких політичних амбарних книг не брав Тому можете записати і будемо говорити Михаїла, свобода, наскільки свобода в цьому вопросі? Тоже ні Я хочу сказати, що в нашій політичній силі це досить все прозоро Особисто я вхожу в керівництво партії І в нас при партії створена економічна рада Те, що всі члени партії особисто здають членські внески, це одне А економічна рада, це наші партійці, і не тільки партійці, і прихильники Малий середній бізнес, який допомагає і допомагає фінансувати Ну просто політична ідія, як це вирисовується До речі, ми прозвитували про витрати партії У нас офіційно є звіт, і про видатки партії Ми це публічно прозвитували А у вас перший наш прокурор, як його там, Маховський Маховський Я жахту, я знаю, який опрещу, мене просто гидить, щоб його називати правильно Він там насилку даде, що-небудь вам чи ні, в свободу Прошу Та можете не просити Ну я хочу сказати Щоб обрихунів сидить, люди добрі Я розумію, що ви мене розумієте Що жодна людина тут не говорить правду Те, що стосується оплачування, неоплачування, каси і так далі Не треба п'ять років чекати Я сподіваюся, я в це вірю, що нарешті буде народна влада Справедлива влада Такі люди, як я, як ми і побратими, прийдуть до влади І оці книжки стануть розстрільними списками Время покажуть, спасибо, друзі, извините, ви зараз поймете, чому я должен быстро змінити тему Олександра, у нас на связі є герой следующего обсуждення Я 22 роки в політиці, я таких людей дуже багато чула Але все сказано в Біблії Найтяжче випробування – це влада і грошима І незалежно від того, чи в АТО, чи ваше одягнути людина Я можу вам сказати, це випробування проходить кожна людина І ніколи не кажуть ніколи Ну і мало хто успешно, согласитесь со мной Ніколи не кажуть ніколи Есть ли сегодня в Україні партии із прозрачной бухгалтерії? Акцентирую на слове «СЕВОДНЯ» Есть ли такие партии, которые не ведут чёрную бухгалтерию? Покажите нам, пожалуйста, что думают по этому поводу зрители, которые смотрят нас и голосуют на сайте подробностей EA 85% вам не поверили 15% вам удалось убедити Друзья, вы порадуетесь немного позже, Борислав Есть плюсы Это прекрасно Меняем тему, и к нам сейчас присоединится ещё один собеседник, но по телефону Поговорим мы о ситуации, которая происходит вокруг вопроса о снижении ввозного акциза на поддержанные автомобили Хочу отметить, что не так часто Да, действительно, это законы именно для нас И для многих первоочередные Парламент не часто, согласитесь, принимает такие, в общем-то, нужные, востребованные социумом законы, которые очень ждут Которые могли бы быть очень быстродействующими Если бы всё было хорошо уже, с 1 июля многие могли платить за ввоз бэушного транспорта из Европы в некоторых моментах до 22 раз меньше За растаможку, грубо говоря, да? До 27 До 27 Но не тут-то было, и палки в колёса начали вставляться Один из этих палка... Один из этих людей, которые вставляют палки Да, извините Нардеп Депутат Верховной Рады Дмитрий Святош Вот хочется отметить, что он тоже представляет группу Ведродженя Два героя на этой неделе, просто связанные с группой Ведродженя Кассы Геллера, чёрная касса Геллера И вот у нас с нами на связи Дмитрий Святош, который... Здравствуйте, Дмитрий, вы нас слышите? Добрый вечер Да, почему мы вас попросили присоединиться к нашему эфиру Приглашали в студию, но вы были заняты Спасибо, что согласились хотя бы по телефону ответить Вы зарегистрировали законопроект, который отменяет постановление, да? Закон о снижении акцизов на поддержанное авто Чем вы это можете аргументировать? Неужели украинцы недостойны того, чтобы, в общем-то, не переплачивать за автомобили? Давайте, во-первых, не будем подменять понятия Во-первых, дискуссии вокруг этого закона, вокруг смысла закона, дискуссии вокруг положений, базового положения уже закончены Они были закончены ещё в комитете, и они закончены в Верховном Совете, Верховной Раде путём голосования Закон проголосован У меня вызвало не то, что непонимание, а возмущение то, как господин Порубей нарушил существующий регламент На самом деле, речь шла об одном вопросе Речь шла не о ставках сбора Речь шла не о субъектах Речь шла только о дате введения данного закона Когда автора законопроекта, Галли, ввести его на два года Он должен был введён с 1 января 2016 по 1 января 2018 В связи с тем, что парламент долго его рассматривал, он рассматривается сейчас В данном случае предлагается ввести, авторами поправок, предлагается ввести этот закон в середине бюджетного года Это противоречит бюджетному кодексу, это противоречит таможенному кодексу, это противоречит налоговому кодексу Дмитрий, не могу не уточнить, не противоречит ли это точно вашим личным интересам? Ведь многие связывают вас с компанией АИС, которая занимается чем? Напомните нам, пожалуйста Услышьте меня, пожалуйста, следующим вопросом Вы меня спрашивайте, я вам отвечаю Это противоречит интересам 4 миллионов владельцев моих автомобилей, машин, которых подешевеют Это если кого интересует Но ещё раз я вам хочу сказать Вопрос насчёт смысла этого закона и дискуссии нужно было вести раньше Сегодня все поправки проголосованы Если вы обратили внимание, что касается тарифов и ставок Я не ставил ни одну свою поправку на подтверждение Ни одну Хочу обратить внимание Всё, дискуссия закончилась Нет, ну давайте тогда Нет, дискуссия не закончилась только тем, что вы сейчас подменяете понятие Давайте объясним зрителям, что регистрация своего законопроекта Вы удлинили этот путь на подписание Я считаю, что регламент один для всех народных депутатов Когда ко мне подходит депутат из радикальной партии Смотрит, чтобы я лично голосовал в соответствии с регламентом Я же его не выгоняю, не мешаю ему это делать Дмитрий, а где вы были... Дмитрий, извини, когда бюджет страны подписывался с нарушением... Всевозможным нарушением регламента Почему вы тогда не ратовали за правду? Прежде того, что именно я поставил эту поправку на подтверждение И то, что спикер его четыре раза протягивал Выполнял функции в данном случае лоббиста А не распорядителя И человека, который должен стоять над дискуссией в Верховной Раде Поэтому я реализовал право Пожалуйста, регламентный комитет рассмотрит На следующей сессионной неделе Мы проголосуем Если парламент решит, что нарушений не было Закон пойдет на подпись спикеру и президенту Судя по тому, как рьяно пытаются некоторые дельцы Протащить этот закон А я скажу объясню почему Этот закон позволяет украинским гражданам Спокойно поехать и купить эту машину за границей Без всяческих проблем Да, он позволяет это делать Лично человеку поехать и без посредников купить А сегодня, те лоббисты, которые лоббируют интересы Бизнесов автобазаров Уже купили десятки тысяч машин Они стоят на границе И хотят нажиться на украинских граждан Я хочу только уточнить Уточните мне, пожалуйста Автомобильная корпорация АИС С деятельностью, которая вас очень тесно связывает Точно не заинтересована В том, чтобы этот закон не вступил в силу И в следующее Если, как вы знаете общественность Я вышел из учитель этой компании более чем три года назад На кого переписали? Ушел формально из нее Переписали на Слепой трасс? Да, Михаил Головко вопрос у вас У Михаила Головко есть к вам вопрос, пожалуйста Следующее, еще раз я вам хочу сказать Дмитрий Дмитрий, вам хочет задать вопрос ваш коллега Михаил, пожалуйста Чому задавать? У меня позиция трошки іншая Секунду, Тетяна, у вас вопрос? У меня очень простая вопрос Пане Дмитрия, до вас Мы с вами коллеги по комитету С податковой и митой политики Добрый вечер Скажи, пожалуйста А, че не порушивался регламент Когда 28 грудня 2014-го И 28 грудня, приблизно 2015-го Ваша депутатская группа Водроджения голосовала За зміни до податкового кодексу Яких навіть ви не бачили в очі Які з'явилися в парламенті В день голосування Які вводили нові податки С первого січня Будь ласка Питаю, що в мене Про мою постанову Вона буде внесена Згідно регламенту На регламентний капитет Буду проголосована Або не проголосована І я думаю, що З 14 по 17 цього місяця Вона буде поставлена В сесійну залу І сесійна зала визначить це Все, кратка Це регламент на питання Сняла дискуссію Стосовно цього законопроекту Борислав, у вас вопрос? Дмитрий, у меня один вопрос К вам, как к большому ценителю регламента 16 января 2014 года Когда вы голосовали рукой За законы Януковича Вы регламент не нарушали? Просто да или нет? Нет Вы не нарушали? Ответы мы услышали Спасибо, с нами на телефонной связи Был Дмитрий Святош Спасибо Покажите потом в регламенте Где написано голосование рукой Скажите, пожалуйста Скажите, пожалуйста Объясните зрителям С чем мы имеем сейчас дело? Я хочу зараз пояснити Прав ли я, который видит в этом Попытку заблокировать закон? Мы заходим в дуни В России Да справді Татьяна, затем вы, Михаил Извините Закон пройшов Цей закон предбачает Знижение акцизов Виревняння акцизов На импортные авто Вживаные И приревняння их Акцизов До тех, которые На импортные авто Новые Цей закон Дуже невигидный Автоимпортерам Представникам Яки завозят Это великие дистрибутеры Яки завозят Официйные Новые автомобили Закон пройшов Но уже буквально Наступного дня З'явилася информация Про те Что есть договоренность Между Відроджением И Коаліціантами Про те Что умовою голосования Відроджения За зміни до Конституции В частині правосуддя Будет накладення Президентом Вето С пропозициями Щодо цього закону Наша фракція Отримала цю информацию И голова фракції Попередив громадськість Щоб буде використовуватися Такий механізм Тепер для того Щоб не порочити Честь президента Тому що це вже буде По-моему Третий закон Суспільно корисний ПТУ Це більше ста тисяч Людей Чекають цього закону Який заветований І Тепер Цей закон Який робить автомобілі Доступними Для Всіх українців Вживані автомобілі Європейські Якщо би президент Його заветував Його імідж би Дійсно Значно похитнувся Тому вони З Відродженням Придумали такий механізм Що Відродження Говорить Що при голосуванні Закону Порушувався регламент І я впевнена Що не йдеться 226 голосів За те Які проголосують За цю постанову Святоша І скасують Результати Голосування Владислав Це відповідає Дійсно Не по своєй волі Святош це робить Я не знаю Яка була мотивація Напевно він сам сказав Але я не знаю Насправді У мене є відчуття Що навряд чи Постанова про скасування Набере 226 голосів Тому що Тут дійсно є питання Підходів Тобто Є питання Коли зіштовхнулися Власники Умовно назовемо Якихось великих Автомобільних корпорацій В Україні Або Дилери Або Міпортерів Нових машин А також Прості люди Які Намагаючись Поїхати за кордон Придбати Там якусь Вживану машину І вона буде Спорівнена Спорівнена До ціни Якоїсь нової Але гіршої Якості автомобіля Тому Тому Я думаю Що Це питання Ми вирішимо На наступному Сесійному тижні Який відбудеться Через тиждень Календарний І ми побачимо Розв'язання Цієї історії Як довго Це все може Длитися Можна я Скажу Ви подивіться Ми В цьому року Українці Увидять Цей закон Бачите Товаристо Ми побачили Подвійні стандарти Ігру Якщо треба Кума посадити В крісло То за 6 годин Це можна зробити Охвалити закон Підписати його І виконати Тут Получиться ситуація Що Парубій Два тижні Тягнув гуму Чухав Якесь місце І не підписував Цей закон Бо в нього не було Бо в нього не було Неділи 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 Ну не було Не було в нього цей Ну нехай менше Ну менше В нього тижня Ви не в тому тижні Ви не в тому тижні Ви не проголосували Ви так Послухайте Ну втягнув час Для того спеціально Добре Добре Я перепрошую Але свідомо Тягнув час Вийшла гра Ну ви прекрасно Це розумієте Гра по конституції В голосуванні І тому спеціально Це зробили Затягнули спеціально Щоб дати змогу Святашу Лобісту Який не зацікавлений В тому Щоби українці Могли купувати Собі Якісні автомобілі За дешевшими цінами Мінімум На 30% Тому що сьогодні Ми займемо перше місце По водінню автомобілів Найстаріших За терміном вживання Більше 18 років Середня Рік автомобілів В Україні І нам позбавляють Право Просто Вони це зробили Якраз свідомо Для того Щоби Лобіювати інтереси Тих олігархів Які сьогодні Контролюють ринок Автомобілів При обговоренні цієї теми Вже стільки разів Згадали Незлим тихим словом Парубія Що я не можу Просто не вступитися За нього Оскільки Андрій Володимирич Він відразу Як став на цю посаду Задекларував Свої дії На цій посаді Як Виключно Дотримання Особливо Ми бачили Голосування Дотримання регламент Особливо Так Закон При голосуванні При голосуванні Дотримання Регламент Почекайте Тетя А ви у цьому Підтримаєте Регламент За цей законопроєкт А ми зараз Огурюємо Ні Почекайся Я не хочу Просто нагадувати Голосування Про законопроєкт Про призначення Виборів Піско Регламент Цього року Але Ми залишимо Це для Граги Відтримає Продолжайте При голосуванні За цей соціально Надважливий Законопроєкт Жодних порушень Регламенту Не було Я перебуваю В парламенті Сиджу Буквально За мною сидить Свята Трохи правіше Від мене І я чув Всі його крики Що не можна Він ходив І з телефоном І що не можна Це робити І просто була паніка І дійсно Ця людина Яка зараз була Тільки що з нами На зв'язку Вона просто робить Цією проєктом Постанови Який я впевнений Не знайде голосів Оскільки Авторами цього закону Є більшість Фракцій БПП Представники Народного фронту І інші народні депутати Він просто Зробив те Що відтягнув Строк Прийняття Цього закону Тобто ви в цій історії Видите Просто признаки Лабізму Абсолютно Абсолютно Признаки лабізму І не пов'язані Абсолютно Несі Тому Тому Наші громадяни Зараз повинні Просто зрозуміти Що окремі люди В парламенті Не хочуть Якимось чином Полегшити їхнє життя Якщо цей закон Зменшував вартість автомобіля З 5 до 10 тисяч євро А це є досить Суттєва сума Я вам скажу Що вам необхідно Сделати Щоби українці В це все поверили В течі На следующій же Пленарні неділи Невозможна Оліцій Невозможна Потому що Вам сначала Дужно пройти комітет Я якби не означаю Малікий нюанс Текста Вот сейчас я вам объясню Есть такое понятие Византийщина Которая сьогодні Була использована Так вот Византийщина Подковерные игры фактически Мы видим сейчас Как депутат Используя регламент Оттягивает Не просто принятие А оттягивает Прохождение Своего законопроекта Который не пройдет Он понимает І для чого? Потому що за це время Они будуть пытаться Любим способом Тропедірувати Этот законопроект Любим способом Уговаривать президента Рассказывати обществу Все, що угодно Люди, які сидели Возле святыша Сказали, що Как только проголосовали За этот законопроект Святыш позвонив По телефону І сказав Всего Два слова Нам Триндец После этого Я так понимаю Где-то в районе Корпорации АИС Где предлагают Украинцам Покупать Китайские Ну я пытаюсь Держаться Автопром Автопром По цене БМВ Ауди И Мерседеса Трехлетнего Пытаются продавать В Европе Видимо не готовы Они потерять Такую сверхприбыль Потому что Как-то Когда машина Стоит во всем мире Две-три тысячи А в Украине Десять-пятнадцять Это как-то на голову Я сильно ошибусь Если предположу Что раньше осени Ничего не сдвинется Стоп Нет А вот тут Самое интересное На самом деле Наша задача До начала каникул Проголосовать Чтобы прошло комитет И проголосовать Это очень реально Эта постанова Не потребует Проходжения комитета Регламентного комитета Регламентный комитет И вот тут Але вона Невідкладно ставится Про скасование голосования Вона невідкладно Ставится головующим И тут самый главный вопрос Будет ли у регламентного комитета Политическая воля Или их будут мотивировать А еще питание Чи будет коалиция в зале Потому что Якщо Не дай Боже Вот так Як у нас Стає Что Батьковщина не голосует Або самопомич За цей закон Мы будем голосовать А чтобы ваши фракции были Так за цей Не треба голосовать Я закончил Я закончил Здесь как раз Регламентный комитет Пусть их десять Лучше придется Провалить все Игня И все нормально А дальше Андрей Пожалуйста Повлияйте Одна просьба Повлияйте Чтобы поставили На рассмотрение В пятницу Ближе к вечеру Когда вы все Початали Я тоже так Промаган запевняю Андрей Порубий Сказав Что він Це поставить На розгляд И вона Сто відсотків Не знайде Свої підтримання І цей закон Буде підписаний Направлено Президентом Андрей Ермолаев Уважаемый коллег Всегда мы будем возить Новые и старые Чужие Там срок Два года Два года Итого бояться Полтора Два Или ваше решение Сопровождается Программа Связана С развитием Автобиростроения Или новая Импортозамещающая Стратегия Почему это важно Потому что На самом деле Не секрет Что всегда Импортный автомобиль Это был один из источников Дополнительных доходов бюджет Собирали всегда Другое дело Что иногда С вами боролись Как сторонниками Наполнения бюджета Тех Кто пытался тут Скручивать Крупную узловую Но В любой стране Современной стране Высокотехнический автомобиль Это бренд страны Но не только Боксеры и певцы Поэтому на мой взгляд Снижая Акцизы И на старые И на новые Желательно Чтобы были доступны Эти сверхцены Должна быть Долгосрочная программа Развития автомобилестроения Потому что у нас Для этого есть база И это вовсе Не означает Руление И помощь кредитами Но программа Должна предполагать И рабочие места И развитие Среднеспециального образования Поддержка Конкурсовского бюро Связанных С нашими Академическими институтами Вот это будет Реальная помощь государству Где взять миллиарды В нашем среднем бюджете Андрей Говорят государство Биллиардово не требует Потому что это не траты денег На бизнес Это помощь На условиях Для развития бизнеса Олег Волошин Вам есть что добавить? Мы ближимся к финалу Можно просто уже резюмировать Все услышанное здесь На самом деле Меня просто поражает Знаете Что отличает Очень как бы Западный парламентаризм От нашего Даже не вот эти там Черные книги и так далее Абсолютно нормально Когда депутаты В любом европейском парламенте Лоббируют интересы Каких-то отраслей Это абсолютно нормально И в этом нет Ничего за зору Там они скрывают И работают по белой бухгалтерии Почему господин Святош Не может обосновать Что это тоже рабочие места Это тоже какие-то интересы И так далее Пусть там уже с ним Уже дискутируют Насколько это Вот это меня больше Удивляет И во всей этой истории Все удивительно Когда человека спрашивают Ты представляешь интересы Там Вот допустим В Асадзе даже Это делаешь за интересы За защиту от завода Нет Почему За тобой же люди И так далее То есть вот это Я очень хочется Дождаться того момента Когда люди не будут Мы все за народ Народ у нас разный И на самом деле Никогда не бывает Закона От которого выиграют все И от этого закона В том числе Не все выигрывают А я вы знаете Как потребитель Заинтересован в том Чтобы снизили акцизы На новые машины Которые приходят в Украине Вот Это мой личный интерес И что-то за это Никто не голосует Ну это к слову Потому что у нас Новые машины Стоят гораздо дороже Вот те же BMW И так далее И не только BMW Обычные там Хонды и так далее Стоят гораздо дороже Чем в Европе Ну это к слову Но самое главное Значит Дайте какое слово Сегодня звучало Чаще всего В этой аудитории Манипуляция Вот мне кажется К великому сожалению Это сущность Политического процесса Не только может быть Вот в рамках этой дискуссии Так уж получилось наверное Да Но и в парламенте К сожалению Что показала Вот та история Которая была Последняя в этой сюжете 30 секунд Татьяна 30 секунд Борислав Насправдится и закон Ветповедающий на ваши выклики Є первым кроком В Швейцарии пройдет референдум На котором будет голосовать Вопрос стоит только один Предоставлять или не предоставлять всем гражданам Швейцарии Прямую социальную помощь В размере 2500 франков Это 2250 евро Каждый гражданин Швейцарии Вне зависимости работает он или нет Сможет получать от государства Каждый месяц Такую сумму Это называется Забота государства о своих гражданах На сегодняшний день в Украине За последние полтора года мы видели что Поднятие тарифов Налог на пенсии Ограничение о всех возможных вопросах Господа коллеги Уважаемые народные депутаты Давайте не забывать Что мы народные депутаты И одна из наших задач Заботиться о Украине И об украинцах Поэтому давайте хотя бы Хоть что-то сделаем сейчас После пенсии для пенсионеров Давайте для людей Которые хотят ездить на нормальных машинах Сделаем это Я предлагаю также Одну единственную вещь Сейчас в конце Хватит манипулировать Я согласен Хватит ругаться Объединяем Украину Я в свою очередь Предлагаю всем Собравшимся здесь Народным депутатам Вот сейчас просто поднять руки Кто готов сделать все возможное Для того чтобы уже С начала следующего месяца Украинцы могли покупать БУ-шные автомобили из Европы По сниженному акцизу Спасибо И надеюсь у вас это получится Это было Чёрное зеркало Спасибо что смотрели Обязательно увидимся Ровно через неделю Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова